Друзья, я включил запись, это означает, что мы начинаем формальную часть нашего вебинара. У меня просьба ко всем отключить звуки своих микрофонов. Вот Владимир Егоров, особенно говорю, потому что он там чихает, кашляет, и мы все это слышим. Вы умеете выключать, Владимир? Чего-то у меня тут выскучило куда-то все. Не умеете, значит, не обижайтесь, тогда я вас выключу. Я просто почему всем предлагаю, потому что я не хочу никого обижать. Я Владимира Егорова выключил. Вы будете слышать, но говорить не сможете. Друзья, еще раз, Губарев, Голованов, Парфенов и так далее, Шабанов, Борис, который так и не хочет себя переименовать, Кулаковский. И пожалуйста, пожалуйста, отключайте, отключайте себя. Или я давайте сейчас по-быстрому сам выключу вас. Анатолий Иванович, я тебя тоже, давай, не обижайся, отключу. Друзья, я отключил всех, кто не выступает, кто не выступает сейчас непосредственно. И начинаем нашу формальную часть. Значит, сегодня 26 января 2022 года. 16 часов 4 минуты московское время. Начинаем вебинар Климова-Зателепина номер 3. Я координатор вебинара «Зателепин» Валерий Николаевич. Сегодня доклад Кащенко Михаила Петровича «Механизмы низкотемпературного ядерного синтеза». Обращаю внимание, что название доклада немного отличается от названия его монографии. Чуть-чуть позже об этом скажу. Несколько слов о Михаиле Петровиче Кащенко. Мы с ним пообщались в воскресенье, такую персональную сессию вебинарную сделали, которые познакомились. Он рассказал немного о себе. Вот хочу сказать. Во-первых, он профессор заведующей кафедры общей физики Уральского государственного лесотехнического института. Закончил Уральский политехнический институт, а сейчас это Федеральный университет имени Бориса Ельцина. Очень важно, вот я хочу это отметить, что он является, ну так с моей точки зрения, может быть он это отвергнет, материаловедом. И он много лет работал физиком-материаловедом. Вот это очень важно. Он работал, по сути дела, в металлургии. И он мне рассказывал, что он очень гордится этим. И это действительно достойно того, чтобы записывать себе это в плюсы, в какие-то свои достижения. Он исследовал и, по-видимому, объяснил мартенситное состояние сплава химического объединения металла, железа и углерода. Мартенситное состояние. И это очень важная вещь, потому что это позволяет понять, от чего же стали такими прочными являются. Но и там, вот это мой домысел, возможно, он применил не столько химические, сколько физические методы для объяснения этого дела. И, по-видимому, там добился успехов. И вот это очень важно, что такой человек к нам подключается. Ну вот Михаил Петрович, как он сказал, попал в нашу науку примерно пять лет назад. Так, друзья, тот, кто подключается, немедленно себя выключайте, потому что вот я разрешаю вам входить, а потом, значит, вот начинаются такие звуки различные, лишние. Поэтому сразу же, как только входите, себя, пожалуйста, выключайте. Значит, около пяти лет занялся нашей наукой. Как я понял, его попросили, его, ну, скажем так, некоторые знакомые попросили дать оценку холодному синтезу. И он, взявшись за эту работу, по-видимому, практически с нуля, очень быстро продвинулся вот на такие высоты, что даже сумел написать книгу. Насколько я понимаю, эта книга, ну, суммирует вот тот опыт, который он приобрел, проводя вот эту работу. И это очень тоже полезно, потому что вот такой свежий взгляд человека, недавно вошедшего, имеющего огромный физический и практический опыт, он очень важен в нашем деле. Вот такой человек подсоединился к нам. Ну, значит, вот о мартенсивных состояниях я рассказал. Вот по книжке видно, что Михаил Петрович не ядерщик. И это очень важно. И он, поскольку вот, на мой взгляд, ядерные процессы являются в каком-то смысле вторичными, а первичные все-таки начинаются немножко раньше. И он именно этой точки зрения придерживается. А как это у него в его теории выглядит, мы сегодня увидим. Я, кстати, еще раз, я об этом несколько раз говорил. Хочу сказать, что вот, по сути дела, когда люди, которые ядерной физикой, как основное свое образование, вот мифи, грубо говоря, закончившие, чтобы было понятно, они сразу начинают работать с ядрами. А вот предварительные какой-то работы с электроном и с окружающим электромагнитным полем, вот здесь вот они обычно на это как-то не очень большое внимание обращают. И на наш взгляд, на мой взгляд, это очень большой пробел. Значит, я хочу сказать, что поблагодарить Сергея Цветкова, Сергея Алексеевича Цветкова, за то, что он нам такого интересного человека привел, наш коллектив. Вот Сергей Алексеевич, он много чего полезного делает для нашего вебинара. И вот привлечение такого человека, конечно, огромное ему спасибо за это, за вот такое привлечение. Михаил Петрович, ну, я вот такое заведение закончил. Оно продолжалось пять минут. Я думаю, это не очень долго. И, пожалуйста, вам слово. Хорошо. Мы себя очень тут свободно чувствуем. У нас здесь такая дружеская команда. Мы не волнуйтесь, все, мы с удовольствием вас послушаем. Ну, вот вы видите на экране, во-первых, мою дочь, как я понимаю, так, которую я тут уже презентовал, так сказать, в предыдущих разминочных разговорах. То есть она является полноценным, так будем говорить, и полноправным соавтором. Ну, конечно, большую часть здесь выполнял я, но она очень много помогала. Так, в том числе и с расчетами. Что теперь? Маленькое уточнение по тому введению, которое сказал Валерий Николаевич, ну, конечно, по отношению к себе. Я не мартенситное состояние как таковое объяснил, а объяснил механизм мартенситного превращения. Поэтому вот за механизмы я не случайно здесь заголовок вынес, потому что это является самым главным. Все остальное, если мы понимаем механизм, все остальное вытекает как следствие. Так вот, в мартенситных превращениях десятки лет, десятки лет не понимали, и до сих пор еще не все понимают, потому что дело-то на самом деле серьезное, и, так сказать, решение этой проблемы ничуть не ниже, чем решение проблемы сверхтемпературной сверхпроводимости, которая до сих пор на самом деле еще не решена. Так вот, а это решено, и управляют этим процессом, который идет в сверхзвуковом режиме, да, то есть наиболее быстро, и это имеет отношение на самом деле и сюда, я скажу, когда речь зайдет о принципе Циглера, так. То есть это некие общие вещи, когда речь идет о необратимых явлениях, ну и в частности отвечает на вопрос, а почему же, собственно, нет у нас нестабильных изотопов при низкой, ну точнее они, конечно, есть, но доминируют переходы с образованием стабильных изотопов. Ну вот это маленькое, я, так сказать, уточнение внес, а теперь переходим дальше. Значит, мотивацией было, ну, во-первых, была просьба, так, я, ну так, опять же, для сведения аудитории, вот у меня в дипломе написано, что я окончал физтех, так, кафедру теорфизики, но написана специальность инженер физики, а специальность экспериментальная ядерная физика. Так вот, это единственное, чем мы не занимались, так, то есть я в чистом виде физик-теоретик, хотя многие эксперименты инициировал, и в мартенситном превращении они были предсказаны эффекты, и только тогда, когда их подтвердили, мне дали защитить докторскую диссертацию. Не дали бы никогда. Именно эксперимент играет важнейшую роль, об этом я говорил и говорю сейчас, и буду говорить, естественно, ну, по ходу дела, в заключении обязательно акцентирую на этом внимание. Итак, когда встает какая-либо проблема, первое, что надо, так сказать, выяснить, это самые-самые, может быть, экзотические варианты, ну, конечно, достоверной реализации данного явления. Если мы выявили такую совокупность, их множество, так, ну, желательно, чтобы оно, конечно, было замкнутым, ну, обычно такого не бывает, потому что наука развивается, ну, по крайней мере, некое инвариантное ядро, вот именно экспериментальных, так сказать, явлений, на котором можно сосредоточиться, и если мы не можем построить теорию, которая описывает все компоненты этого, ну, ядра, понятно, только, значит, ядра экспериментальных материалов, да, то эта теория не годится. Вот и все. Итак, приступая к обзору экспериментальных фактов, так, прежде всего я обнаружил такую вещь, что каноническая реакция, ну, одна из самых простейших, ну, я не беру вариант, там, просто образования диетрона, да, но из самых простейших, то есть с легкими уже ядрами реальных химических элементов. Это всем известная, значит, диетерий плюс тритий, гелий и вылетающий нейтрон. Так вот, в термоядерном варианте это требует, и я не собираюсь никому ничего объяснять, все и так знают, десятка миллиона градусов, которые требуются, чтобы киноэнергия хаотического движения была достаточно для сближения ядер на расстояния, необходимые для туннелирования через барьер, а речь-то всего лишь идет о двух протончиках, так, и то это уже большие проблемы, если мы рассматриваем голые ядра, я акцентирую на этом внимание. Второй момент реализации того же самого варианта реакции, да, но мионный каталис, единственное, как я понял, по литературным данным, так, ну, и по неким, так сказать, откликам в соответствующей научной среде, единственная реакция, которая ни у кого не вызывает никаких нареканий, это мионный каталис. А что такое мионный каталис? Да та же самая реакция, та же самая реакция ядерная, но реализуемая не на голых ядрах, а когда мы заменили голые, так сказать, простенькие протончики в молекуле водорода на, так сказать, диетерий тритий, а самое главное, вместо электрона обычного, ну, второй вообще улетел, это ионизованная молекула, вставили мион, масса покоя которого в 207 раз больше массы покоя электрона. И вот в такой молекуле сближаются немедленно два, так сказать, ядра, и идет, так сказать, реакция синтеза и вылет нейтронов, и все в порядке. Тогда встает вопрос, а можно ли распространить идеологию мионного каталиса на самый общий случай? Про какие я общие случаи говорю? Ну, естественно, я обозревал эксперимент. Ну, вот немножко, несколько слов, немножко поподробнее, естественно, в монографии, да, и я обращаю ваше внимание, значит, генеральная предпосылка, так, надеюсь, верхняя часть слайда, ну, не видно верхнюю часть, я, видимо, нажал на что-то. Почему? Нет, второй слайд, вот, следующий слайд, вот, я сдвинул просто. Значит, генеральная предпосылка рассмотрения какая? Эксперименты свидетельствуют не только об одном мионном каталисе, а о наличии низкотемпературного ядерного синтеза не только легких, но и массивных ядер. Поэтому тот перекос, а я его иначе не могу назвать, который сейчас наблюдается в исследованиях, когда все возятся с водородом, ну, я понимаю, энергетика там и так далее, загоняют его в решетки, начинают флешмана, понса там и прочее, да. Но это такой перекос, когда у нас реализуется синтез массивных ядер, и надо его понимать, если его не понимать, то нечего там и упражняться больше. Так вот, эксперимент. Значит, я не собираюсь, почему я подчеркнул, что это генеральная предпосылка? Да потому что все то, как только начинают говорить, а вот вы там, значит, что-то какие-то присылаетесь на какие-то эксперименты, да вы сначала выясните их достоверность и начинается, начинается. Не собираюсь обсуждать вопрос, достоверный или недостоверный. Достоверный. Я на своем опыте убедился, этот вопрос меня очень интересовал. И встречался я с Кузьминым, так сказать, и Паньковым, только для того, чтобы сделать простейшую установку и на ней проверить. Вот вместо того, чтобы разводить руками, там, значит, какие-то выдумывать гипотезы, взять и проверить, убедиться, потому что это принципиально важно. Ну вот, а в качестве примеров все вы прекрасно знаете установку Вачаева-Иванова, где идет синтез, именно синтез, ну, там я не буду всякие растворы из дистиллированной воды. И понятно, как он может происходить мне теперь. Но тогда, когда я посмотрел, на меня это произвело, ну, вот, я скажу, неизгладимое впечатление. Как два десятка элементов, а на самом деле больше, это просто один из опытов, можно получить при плазменном электролизе воды. При каких-то, ну, вообще говоря, для таких дел ничтожных, так будем говорить, разностях потенциала порядка, там, нескольких сотен вольт, так. И, тем не менее, процесс идет, причем не расходуются практически электроды, будь то медные, будь то, так сказать, углеродные, будь они там титановые, любые. В общем, какие удобно взять с технологической точки зрения, такие и берем. Вот. Ну, второе, это Кузьмина-Панькова. Я, насколько понимаю, они были в команде когда-то Вачаева-Иванова. Ну, всех, видимо, деталей не знали, потому что, ну, на первых ролях там были, судя по всему, значит, сами авторы Вачаев-Иванов. Возможно, кто-то, кто настраивал тонко режим вот того самого плазмоида, который играет принципиальную роль в этом процессе синтеза. Так. По крайней мере, у них воспроизвести установку, работу установки Вачаева-Иванова не удавалось. Тем не менее, скепсис, который со всех сторон звучал, так, они сделали великолепную вещь, сказали, ну, не так сказать, ребята, ну, вот ту пока не получили. Поработайте, может, вы получите, да? А мы вот вам предлагаем так называемую демонстрационную упрощенную установку. В чем прелесть этой установки? Сразу я, как бы, о ней скажу. Значит, выброшено магнитное поле, выброшена специальная, так сказать, схема предварительного запускающего разряда, выброшена заточка образцов. Сразу могу сказать, что все эти компоненты принципиально важны для того, чтобы понять, как работает установка Вачаева-Иванова, да? Ее, конечно, можно и нужно воспроизвести. Так вот, все, если мы это выбросим, предельно упростим. Два трубчатых электрода, между ними, так сказать, настроив резонанс, отправляем серию разрядов, так, и у нас сыпется порошок. Тонкость только в другом, что в этой демонстрационной, в кавычках, она на самом деле исследовательская установка, в кавычки в этом смысле. Так вот, в этой установке сильно расходуются электроды. И в составе порошка, ну, допустим, металлические, если у вас медные электроды, много меди, ну, грубо говоря, половина меди, так? И авторы в первом приближении совершенно правильно сказали, но во втором приближении уже неправильно. В первом приближении они сказали следующее. Ну, вот высыпалась у нас в составе порошка медь. Ну, так это просто медь из электрода. Мы ее выбросим. Не будем, так сказать, рассматривать. А вот все то, что сверх меди, будем считать синтезированным из воды. То, что это синтезированные элементы, никаких вопросов нет. Это правильно. Но, когда у вас расходуются электроды и процент по массе порошка практически совпадает с растраченной массой электродов, совершенно ясно, что часть именно материала электродов принимала участие в синтезе. То есть нельзя отождествлять всю ту полученную совокупность элементов только синтезом из воды. Вот в установке Вачаева-Иванова можно, а в установке Кузьмина-Панькова нельзя. Но это замечательно, с другой стороны, это некий другой предельный случай. Мы можем, меняя материал электродов и понимая, что он участвует в синтезе, смотреть за изменением того состава порошка, который синтезируется. Там только небольшая часть синтезируется прямо из воды. А в основном это взаимодействие, так сказать, материала электрода и активных комплексов воды. Еще важнейшие, так сказать, экспериментальные факты, а именно, вам наверняка всем хорошо знакомы, это взрывы проволочек, так сказать, и фольк при попускании импульсов тока. Это знаменитые, я считаю, выдающиеся, в общем, тоже результаты, которые были получены у Рускоевым с авторами, так. Произвели на меня впечатление, они, так сказать, будут, коротко я об этом буду говорить. И, конечно, в не меньшей степени на меня произвело впечатление ознакомление с результатами работы Солена, когда шло плавление циркония в вакууме электронным пучком. Обращаю внимание, сразу как бы забегая немножко вперед, что и у Солена, и у Руцкоева, почему я объединил эти эксперименты, было получено, что возникают обязательно элементы, которые имеют зарядовые числа и выше исходных, ну, допустим, у Руцкоева, Титана, да, и ниже, чем, ну, у Титана 22, значит, там появляются элементы с большими номерами и с меньшими номерами. И то же самое у Солена. Только обращаю ваше внимание, что он плавил цирконий, так, это уже массовое число побольше. Для анализа не очень удобно, потому что там пять изотопов. И вот здесь звучало интригующее для меня высказывание, как я понял, одного из руководителей семинара, что есть какие-то ошибки. Я, можно сказать, с нетерпением жду, потому что одна из целей – это именно получить конструктивную критику. Но боюсь, что об ошибках речи никакой не идет. И очень удивлюсь, если меня этим удивят. Так вот, это я жду, с удовольствием подискутирую. Итак, и у Солена, обращаю ваше внимание, стартует с циркония, а получают лантаноиды, так, с одной стороны. А с другой стороны, весь второй период таблицы Менделеева. То есть, опять выше зарядовые числа и ниже зарядовые числа. Причем, когда идет речь о вакуумном плавлении, тут ничего иного, как взаимодействие циркония самого себя, так сказать, его изотопов друг с другом, больше нечему. Плюс электроны. Если у Руцкоева в экспериментах, там еще шел взрыв проволочек и фольк, так сказать, в полиэтиленовых стаканах, заполненных водой, ну, чтоб не разлеталось, как говорится, ничего никуда. И можно, и даже нужно учитывать взаимодействие с водой, так сказать, изотопов титана, которых тоже полно, там, пять штук. Так вот, у Солина в этом смысле ситуация лучше, потому что ни с какой водой ничего не надо рассматривать, но надо объяснить, каким это образом цирконий вдруг может породить, так сказать, лантаноиды. Это ведь вообще некий криминал, потому что мы знаем, я дальше перейду сейчас, вот, что, а то я буду разговаривать, а слайды не буду переключать, я имею за собой такую слабость. Поэтому, вот, Валерий Николаевич, у меня ваша просьба, если вы видите, что я слишком увлекся, вы говорите, Михаил Петрович, вы там следующий слайд не... Михаил Петрович, вы очень интересно рассказываете, но сообщаю вам, что вы уже говорите 25 минут, а один только слайд, по сути дела, прошу. Вот, вот, видите, об этом и речь. Итак, встает вопрос, ну, я говорю о серьезных вещах, о постановке, потому что все остальное это следствие правильной постановки задачи, а я думаю, что я ее правильно поставил. А это 90%, так сказать, успех. Так вот, значит, необходимо дополнить теорию горячего синтеза ядер. Перед вами все это написано. Традиционный подход к объяснению, он относится к голым ядрам, так? Так, но новое качество низкотемпературного синтеза – это наличие электронных оболочек. И поэтому при наличии нового качества нельзя применять теории, в которых это качество не отражается. Отсюда следует, что, как это новое качество может быть легко, наглядно, очевидно, так сказать, отражено. Отражено, очевидно, очень просто. Если между двумя положительными ядрами, а вот непростота вот в том, что сейчас, мы сумеем, мы сумеем реализовать состояние с массивным достаточно. Почему массивным? Да мы знаем из меонного катализа. Нужно не только отрицательное, но еще и масса важна. Ну, а почему масса важна, да тоже ясно. Мы знаем, что радиусы орбит, ну или радиальных функций, как вы хотите в квантовой механике, они обратно пропорциональны массе. Поэтому при больших массах речь идет о маленьких радиусах, а с точки зрения, ну как бы вот электростатической, если я возьму маленький радиус, по которому вращается заряд, так, ну движется заряд, то я могу на него смотреть, как на точечный заряд, пока ядра далеки друг от друга, пренебрегая размером радиуса орбиты массивного заряда по сравнению с расстоянием между ядрами. Почему это важно? Да потому что на первом же занятии по электростатике каждый студент, а сейчас и школьники, так, решают такую задачку простенькую. У вас два заряда, заряд куб, еще заряд плюс куб, какой заряд между ними надо поместить, ну естественно отрицательный, чтобы они находились в равновесии. Равновесие, конечно, будет неустойчивое, но не важно. Важно, что равновесие будет формально, причем, обращая ваше внимание, при любом расстоянии между, ну если мы в вакуум поместили, при любом расстоянии между положительными зарядами. Так вот, это всего лишь заряд, равный одной четвертой от заряда того ядра, ну или тех двух одинаковых для простоты ядер, которые мы хотим сблизить. Понимаете? Ну допустим, у вас кислород плюс кислород, очевидно, что я могу получить или серу прямым слиянием, да, или могу получить, ну если вылетит гелий, могу получить кремний. Так вот, значит, идея предельно проста. Можем ли мы организовать значимый отрицательный заряд, то есть какое-то динамическое состояние между двумя ядрами, к которому притянутся эти ядра, причем притянутся на такое расстояние, что станет неактуален вопрос преодоления кулоновского барьера. Почему неактуален? Да потому что мы подойдем на расстояние, где сработают сильные взаимодействия, которые, так сказать, подавляют кулоновские. Вот, собственно, и все. И решение задачи можно, так сказать, сказать. Вот теперь только будьте добры, разберитесь, что же, как же вы можете такое состояние организовать. Оказывается, это можно сделать. Как это можно сделать? Вот, я, будучи студентом, читал не только учебники, так, и всем известна модель атома Бора, но вот я проверял специально, спрашиваю людей, ну, атом Бора, все знают атом Бора. Я говорю, а молекула Бора? Глухая тишина. Так вот, Бор после того, как, оказавшись в стажерах у Резерфорда, а Резерфорд свою, так сказать, планетарную модель уже, так будем говорить, на основе эксперимента установил и попросил его, ну, как-то ее обосновать. Ну, Бор, как говорится, будучи молодым, ввел постулаты и как совершенно спокойно разделался с выводами Максвелла, не волнуясь ни о чем, и получил прекрасный результат. Но после того, как он объяснил спектральную, так сказать, формулу Бальмера и Риттберга, он захотел описать и молекулу водорода. Как он себе это мыслил? Да вот два протона, а между ними, обращаю ваше внимание, я взял и сослался в качестве прототипа идею Бора. Меня сейчас совершенно не волнует, что молекулу Бора там никто не рассматривает как какой-то прототип. Саму идею, я ее просто помнил со скамейки студенческой. Так вот, между двумя протонами есть орбита. На этой орбите сидят два обычных электрона, подчиняющихся фермерской статистике, но к ним притягиваются, и поэтому возникает энергия связи молекулы водорода. Так вот, стал вопрос, если мы рассматриваем такой прототип, можем ли мы между двумя ядрами организовать некую орбиту, на которую, значит, поместить электроны. Ну, для начала, допустим, для идеализации, как я сначала сделал, да возьмем все электроны, какие есть в запасе, и даже с хвостиком, на примере кислорода. Если кислород в виде иона, так сказать, два плюс, два минус, то у него 10 электронов, то есть у двух 20 электронов, у двух ядер. И вот я, допустим, все 20 электронов воткнул на одну орбиту. Что получится? Сразу же вопрос. Ну, мы же не дикие люди, да, знаем, что электроны подчиняются статистике фермер-дирака. И на одном, так сказать, уровне не может находиться много электронов. Но, с другой стороны, мы знаем, что есть статистика, так сказать, для Боза-частиц, Боза-Эйнштейна, это частицы не индивидуалисты, а коллективисты. Их может быть сколько угодно в одном и том же состоянии. Тогда встает вопрос, а есть ли взаимодействие, которое бы позволило нам от электронов индивидуалистов перейти к коллективистам, так? Ну, вот Валерий Николаевич меня тут критиковал, когда я ссылался, что вроде отвлекает внимание, но я сослался, исходя из того, что высокотемпературную сверхпроводимость, ну, все уважающие себя люди должны знать механизм. Вот только из этих соображений. Так вот, при высокотемпературной сверхпроводимости, как некий пример, не более того, статистики, изменения статистики, в чем состоит, так сказать, эффект? А он состоит в том, что в электронной подсистеме происходит качественный переход. За счет электрон-фанонного взаимодействия возникают так называемые куперовские пары, у которых спины направлены, ну, так сказать, синглетная такая ориентация противоположна, и они, самое главное, являются бозы-частицами, а не фермерскими частицами. Ну, и в силу того, что электрон-фанонное взаимодействие обеспечивает их притяжение, у нас исчезает, появляется сверхпроводимость, исчезает сопротивление, так как теперь на колеблющихся атомах электроны не рассеиваются, потому что колебания сами являются в силу сфазированности, это очень важный момент, так сказать, обеспечивающими притяжение электронов. Так вот, оказалось, конечно, там это громадное расстояние, десятки параметров решетки для электронных пар. Нам здесь нужны предельно компактные пары, предельно компактные, чтобы они притягивались друг к другу не на расстояниях сотен параметров решетки, не на расстояниях параметра решетки, а на расстояниях на пять порядков меньше, чем параметр решетки, то есть на ядерном масштабе. И вот я сгоряча хотел сам заняться этим вопросом. Почему? Да потому что генеральная предпосылка, напоминаю, эксперимент показывает, есть синтез, причем не каких-то легких ядер, а массивных ядер, до висмута, свинца, но я уверен, что можно синтезировать и радиоактивные. Так вот, вопрос тогда, раз это есть, значит, должен быть и такой механизм притяжения электронов. Я тогда эти электроны могу разместить на орбите, к ним будут притягиваться любые ядра, не только там кислород, железо плюс железо и так далее. Будет олово, кстати говоря, а олово плюс олово может дать свинец. То есть крупными шагами можно пройти сразу всю таблицу, которую зафиксировал в экспериментах Вачаев. Так вот, оказывается, ну, я погорячился, конечно, думаю, ну, давайте-ка сначала посмотрим все-таки литературные данные. Так вот, оказалось, что есть такая теория, уж 25 лет, и с признанием этой теории примерно то же самое, что с признанием низкоэнергетической, ну, не низкоэнергетической, не совсем удачное название, низкотемпературного синтеза. Важные результаты адронной механики, так, первое, начинается вся, так сказать, эта механика с нейтрона. Это связанное контактным взаимодействием состояние электрона и протона. Это автор этой адронной механики Сантилли, Руджио Марио Сантилли, на мой взгляд, человека, так, знакомящегося с историей науки, это, так бы, я бы сказал, завершает в настоящий момент великолепную пятерку итальянцев-естествоиспытателей, которая начинается с имени Леонардо да Винчи, потом, ну, так, сопоставимый, я бы сказал, гигант, это Галилео Галилей, так, двадцатый век, это Энрика Ферми и Бартини, о котором теперь стало ясно и повезло Советскому Союзу и авиастроению, что работал такой корифей здесь, вот, а пятый, это, конечно, Сантилли, Руджио Марио Сантилли. Так вот, нейтрон, связанное контактным взаимодействием состояние электрона и протона, так, он подчеркивал, что это утверждение принадлежит Резерфорду, который, когда астрофизики хотели поинтересоваться, откуда же, ну, в смысле, заволновались, как же возникают нейтронные звезды, ну, Резерфорд сказал, да как возникают, очень просто, выгорело ядерное топливо, гравитация сжала, и ваши, так сказать, электронные оболочки были вжаты, так сказать, впрессованы, и возникла у вас нейтронная материя. Итак, значит, вот прямо по Сантилли я говорю, что нейтрон связан с контактным взаимодействием. Я про контактное дальше скажу, но сразу подчеркну, контактное взаимодействие, ну, это непотенциальное, нелинейное и нелокальное взаимодействие, связанное с перекрытием электронных пакетов, которые на уровне 10 минус 15-й. Вот точечный заряд в монопольном приближении электрона, это 10 минус 20-й, а его пакет, вот не то, о чем нам говорят, значит, зашли в атом и забудьте о частицах, да, все у нас, вероятность описания, волны и так далее, и так далее. Ну, это не совсем так, не совсем так. Не хочу сказать, что совсем не так, но не совсем так. А вот на масштабах ядерных, да, тут в обязательном порядке нужно учитывать перекрытие этих электронных оболочек, не оболочек, прошу прощения, волновых пакетов. Теперь, Пинольмезон, еще один результат адронной механики, это связанное контактным взаимодействием состояние электрона и позитрона. Так вот, сразу подчеркну, вы все прекрасно знаете, что масса покоя нейтрона больше, так, слегка начинаем, больше, чем массы исходных протона и электрона, так. То есть речь идет о положительной, подчеркиваю, энергии связи. В обычной ядерной физике все привыкли, и все это нормально, правильно, ничего тут неправильного нет. К отрицательной энергии связи, когда масса ядра меньше массы взаимодействующих исходных протонов, нейтронов, то есть нуклонов. Ну, почему это происходит? Да очень просто. У нас, так сказать, улетели гамма-кванты, унесли энергию. То есть делокализованная картина, а при положительной обратной связи все с точностью до наоборот. Локализуется энергия в этой области взаимодействующих частиц. А что значит она локализуется? Она захватывается из физического вакуума, из той области перекрытия пакетов, которая является обязательной и учитываемой в адронной механике, и не учитываемой в квантовой механике, которая является линейной, потенциальной и локальной. И в этом принципиальное различие. Так вот, электроны на адронном ядерном масштабе, это третий пункт, испытывают сильное контактное взаимодействие, притяжение, превышающее кулоновское отталкивание. Это не мой результат, это результат адронной механики. Но тогда электронные пары с противоположными спинами являются БОЗовскими частицами, и ими совершенно спокойно можно населять, так сказать, вот ту, мы еще ее не затрагивали, но дальше мы быстрее пойдем, ту орбиту между ядрами, причем много их не требуется, потому что у них еще и массы будут гигантские, когда они, так сказать, захватывают вакуум. Это солитоноподобные объекты, это никакие не точки. И вот это точечное мышление, оно всегда и потенциальное мышление, оно нам навязывает такую картину, да как же могут быть, мы же все привыкли, две частицы должны упасть в яму, энергия должна обязательно понизиться, да ничего подобного. Когда у вас нелинейные взаимодействия и не локальные, у вас, пожалуйста, возникает хорошо известный солитонный горб там на воде, и живет себе, так сказать, скотт Рассел скакал 5 километров на коне за этим холмом, ну так, в порядке разрядки. Итак, базовые положения. Значит, самая простая реакция, она может быть связана с квазинейтронными состояниями, когда, я говорил сразу о самых общих, а самая простая реакция, когда у меня любое исходное сложное ядро заглатывает один протон. Как это может быть? Ну, как бы вот преодолеть? Да очень просто. Если у нас протон будет эскортироваться, эскорт, да, электроном, то, так сказать, это квазинейтральное состояние, и оно совершенно спокойно может подойти на то расстояние, с которого будет захвачено, так сказать, сильными уже взаимодействиями. Ну, почему такое квазинейтронное состояние имеет право на жизнь? Да просто два предельных состояния, нейтрон, да, и атом водорода. Атом водорода мы знаем, это, так сказать, электрон болтается вокруг протона. А нейтрон, как мы только что выясняли в адронной механике, это тоже связанное состояние, да. Но это означает, что как виртуальные такие состояния, ну, виртуальные, они реальные, но в том смысле, что конечное время жизни должны быть и состояния, так сказать, П плюс Е. Второе. Тогда элементарно преодолевается барьер. Второе. Сильное ядерное взаимодействие, значит, под сильным, в современной стандартной, так будем говорить, модели, подразумевается внутри адронный, внутри протонов, так сказать, внутри нуклонов, там и так далее. То есть взаимодействие межкварковое за счет обмена глюонами, так? Но оно нас совершенно не интересует, что там внутри кварка, что происходит внутри, так сказать, нуклонов. А между нуклонами по-прежнему работает юкаусская теория обмена пимизонами, так? Ну, я в данный момент, так сказать, отбрасываю разговоры там о нецентральности, о тензорности и прочее. Значит, в грубом приближении прекрасно работает теория ЮКАВа. Так вот, сильное ядерное взаимодействие, именно речь идет о том, что между нуклонами начинается с обмена электрон-позитронными парами, что соответствует предельному случаю обмена пинольмезонами. Но я напоминаю, пинольмезон – это сильно связанное, я только забыл число назвать, впечатляющее, да? Масса покоя пинольмезона – 135 мФ, а исходная масса – 1 мФ, потому что это протон, который начал, прошу прощения, электрон, который начал взаимодействовать с позитроном, и сумма их масс покоя по 0,511, так сказать, мэва, но дает 1,022 мэва, 1 мФ. В 135 раз больше масса, масса уже теперь пинольмезона, чем исходные, так сказать, продукты. То есть он нахватывает громадное количество, громадное количество, так сказать, из вакуума энергии. Так вот, если мы начнем, опять же, с такого предельного случая обмена одной электрон-позитронной парой, но которую называют позитрониум, ее масса всего лишь 1 мФ, мы получим, что на самом деле сильное взаимодействие имеет радиус 10 минус 13 метра, то есть на 2 порядка больше, чем размер ядра. Поэтому еще изближать-то нам на самом деле надо не до 10 минус 15 ядра, чтобы включилось ядерное взаимодействие, короткодействующее, а всего лишь до 10 минус 13. Ну, правда, на 3 порядка это меньше атомных, но на 2 порядка больше ядерных. Третье. При взаимодействии с потоками электронов, а все время у нас работают в установке Вачаево, демонстрационной, у Солена, там то же самое, можно сказать, про Уруцкое, при взаимодействии с потоками электронов ионы химических элементов могут насыщаться электронными парами, что обеспечивает сближение ядер ионов до расстояния уже РС, которая вот 10 минус 13. Вот, в частности, мой соавтор рассчитывал задачку, очень простенькую, с помощью обычной стандартной квантовой механики. А именно, надо было выяснить, может быть, нужны безумные энергии, чтобы одну пару электронную превратить в тяжелую, нахватывающую энергию вакуума. Оказывается, ничего подобного. Значит, если мы берем обычный кулоновский потенциал, только теперь отталкиваются два электрона и учитываем, что их масса в 2000 раз меньше, но клонной, и начинаем рассчитывать, а сколько же надо, чтобы проникнуть, так сказать, с энергией Е до глубины 10 минус 15, до глубины 10 минус 15, так, где как бы, как бы и она будет схвачена. Но подчеркиваю, это всего лишь потенциальная модель. Ничего, никакой ямы там не будет. Нам надо просто было взять, ну, и используя привычное восприятие всех людей, воспитанных на потенциальной, так сказать, схеме, показать, а какую же нам требуется энергию Е вот в точке Р1, чтобы не добраться до 10 минус 15 даже, потому что там перекрываются не оболочки, значит, а пакеты волновые электронов, именно их плотная часть. Так оказалось, что всего лишь 10-50 электрон вольт обеспечивает прозрачность барьера, ну, весьма уже приличную, ну, 0,1, вообще громадная уже, чтобы сформировались пары. И тогда совершенно понятно, тот же плазмоид, вачаево, разреженная среда, чтобы не рассеивалась энергия, которую набирают в момент свободного пробега до соударения электроны по пустякам. Так вот, как только эти вещи есть, все, проблем никаких нет, пары возникают, завались, как говорится, и они сразу становятся, так сказать, бозовскими, ну и так далее. Теперь, чтобы наглядно, наглядно выполнить оценку, я подчеркиваю, выполнить оценку, это совершенно не означает, что два электрона будут двигаться со скоростями практически равной скорости света. Но для простейших случаев, подчеркиваю, полученный результат с точностью, ну, до малых, порядка единицы, совпадает с рафинированными расчетами адронной механики. Так вот, два электрона, мы хотим получить громадное увеличение их энергии, а я сразу вот ответ вам даю, увеличить до 400 мэв. А что мы для них требуем? А вот они оказались на расстоянии D, которая один фентометр, то есть наша интуиция нам подсказывает, хотя квантовая механика говорит, забудьте про интуицию, это неправильно, так? Об интуиции никогда не надо забывать, другое дело, что ее надо сдерживать, проверять там и так далее. Так вот, нам интуиция наша говорит, что кроме поступательного равномерного движения, вращательного для точки, а для двух, так сказать, автономизированных, сильно взаимодействующих, а гарантирует их взаимодействие, контактное перекрытие, а только одно, движение вокруг общего центра масс. Ну, если мы радиус, который нам навязывает, так сказать, контактное взаимодействие, возьмем 0,5 фентометра и потребуем полуклассическое квантование, чтобы момент импульса равнялся, аж перечеркнутое, так, то мы получим немедленно, что скорость, с которой они будут вращаться, 0,9,9,5,67 от скорости света, применяя обычную стандартную теорию относительности и вводя, так сказать, обычную зависимость m0 на корень из единичка минус v на c в квадрате, да. Так вот, подчеркиваю, это оценка, оценка, она совсем не означает, что два этих электрона будут с такой сумасшедшей скоростью крутиться, имея массы покоя, да. Значит, ничего подобного. Итак, я теперь как бы делаю первый принципиальный такой вот, подвожу итог из того, что я наговорил. Принципиальные замечания. Квантовая механика линейна, локальна, потенциальна. Адронная механика не линейна, не локальна, не потенциальна. Понятие изолированной системы, удобная идеализация, добавлю, для макросистем, не существует изолированных от физического вакуума систем, ну, потому что они все в него погружены и с ним активнейшим образом взаимодействуют. Бессмысленно обсуждать, так сказать, законы сохранения для отдельной частицы, которая находится в вакууме. При контактном взаимодействии, ни линейном, ни локальном, ни потенциальном, реализуется положительная энергия связи с нарастанием массы покоя по отношению к исходным частицам. Это, естественно, интерпретировать, как захват части энергии физического вакуума из области перекрытия волновых пакетов. В результате, ЕЕ пары, это метастабильно устойчивый, солитоноподобный, очень важно, каково время жизни их. Оно может быть гигантским, органично связанное с физическим вакуумом. Итак, двигаемся дальше. Я вот здесь себе всем напомню, просто я скопировал картинку из монографии, она доступна, ЕЕ перевод, так сказать, на русском языке. Вот такая структурная модель нейтрона. Вот это вот протон, а это как бы крутится электрон, который вот неотрывно контактным взаимодействием сюда прилеплен. Адронная механика, подчеркивает Сантиле, ни в коем случае нельзя так вот механистически отождествлять. Это уже, конечно, другая частица. Это переодетая совершенно, так сказать, частица. Он для них назвал, поскольку это ветвь, вообще говоря, четыре ветви адронной механики. Вот квантовая механика, это ЕЕ первая ветвь. Адронная механика переходит в квантовую, но отнюдь не наоборот. Если характерные масштабы от адронных переходят к атомным. Напоминаю, квантовая механика была создана исторически для того, чтобы объяснить сложный атом. И с этим она прекрасно справилась. Но когда пытаются, и это логично, естественно, для того, чтобы выяснить пределы применимости теории, ее пытаются применять ко все, так сказать, более широкому и широкому спектру объектов. Но, пардон, возникает такой момент, когда она неприменима. А люди, которые вот так, будем говорить, воспитаны и ничего другого не представляют, после этого говорят, ну, если это не удовлетворяет квантовой механики, значит, это все неправильно. Так вот, при этом надо просто вспомнить, что у любой теории, и у адронной механики в том числе, есть свои, так сказать, пределы. Ну, по теореме Гёдали мы знаем, находясь внутри теории, никогда, так сказать, не выяснить степень ее полноты. Хорошо, двигаемся дальше. Если мы теперь посмотрим, что ж такое с точки зрения стандартной модели, структура нейтрона, ну, это вот такая картинка трехкварковая, но еще цвета здесь ввели, квантовую хромодинамику, ввели новое, значит, свойство, новый заряд, цвет, цветовой заряд, чтобы породить новое глюонное поле, вот как бы истинно сильное, да. Ну, вот мы видим, что в этой трехкварковой модели, вот УУ-кварка, который тут синим покрашен, ну, а в целом, напоминаю, любой адрон, ну, не любой, абсолютное большинство, сейчас есть и пентакварковые и так далее модели, ну, стандартная трехкварковая модель для обычных адронов. Адрон должен быть в среднем белым, именно тогда он никакими глюонами ни с кем не обменивается, а вот внутри, ну, а в среднем белом это значит один синий, один красный, один зеленый, да, в среднем белый. Так вот, я обращаю ваше внимание, УУ-кварка должно быть две трети Е, УД-кварка по одной трети Е, это первое. Второе, на что я обращаю внимание, всем известное, что это частицы, это частицы, которые по одиночке не удается наблюдать и только косвенно, косвенно по рассеянью, когда видят, что, ну, вот похожий материал, похожие результаты на трехточечное рассеяние, говорят, да, вот там есть три-кварка, но на самом деле они неизвлекаемы в экспериментально доступной области, хотя в теории вот этот конфайнмент, так называемый, пленение, не вылет кварков, он, конечно, вызывал большие смущения, и в конце концов это хорошо, построили, наконец, теорию, где все-таки конфайнмент исчезает, вот это такая высокая область температур и, значит, химпотенциалов барионов, так, где возникает уже кварк-глюодная плазма. А вот теперь обратите внимание, а что же дает нам эксперимент? Вот эксперимент структура нейтрона по данным о рассеянии высокоэнергетических электронов. Там эти эксперименты делал, значит, Хофштадтар, так, есть ссылка в монографии, но, единственное, там есть неточность. Это в этой ссылке, но я уже потом не переправил, в этой ссылке Хофштадт, он действительно все это исследовал, получил, но это не та работа, там методика изложена, так сказать, и, а вот рисунок, который взят уже теперь из нашего известного специалиста Щелкина, член КОРа, физика микромира. Вот это словами написано. Нейтрон на самом деле состоит из тяжелой сердцевины, ну, на самом деле это по данным вот такого рассеяния, на самом деле утверждать тоже нельзя, потому что всегда можно сказать, а какова она истинная картина, если мы не вмешивались высокоэнергетическими частицами, так вот, тем не менее, другой у нас нет, но нам и не надо на самом деле. Нейтрон состоит из тяжелой сердцевины, ну, вот, показан ее размер, с высокой плотностью массы заряда, обращаю ваше внимание, в центре вот этот плюсик, который обозначен, вот это и есть сердцевина нейтрона, да, 0,35 элементарного заряда и окружающего относительно разреженной оболочки мезонной шубы, это вакуум, который жесточайшим образом, это никакая не точечная частица, он вмешался в процесс, так вот, эта мезонная шуба, она имеет заряд 0,5 электрона, вся состоит из виртуальных, там, значит, ро-пи-мезонов, не важно сейчас, что это такое, а дальше на расстоянии еще один слой, еще один слой, вот этот вот периферический, который положительно заряжен, так, если мы на эту картину взглянем, то мы не найдем адекватного сопоставления с простенькой, простенькой, структурной моделью адронной механики, сжатого, так сказать, атома водорода, как не найдем и сопоставление с кварковой моделью, то есть, истинная картина, она лежит, так сказать, не вот в таком простом восприятии и не в кварковом восприятии, так, она, конечно, связана, и нам, собственно, только это и важно, что здесь вмешивается, причем, сильнейшим образом физический вакуум. Вот, а после этого как раз та самая модель, я уже здесь пойду очень быстро, модель квазимолекулярного состояния для сближения ядер, которая была предложена, которую я, в общем-то, понял с самого начала, еще в 17-м году, так, но опубликована она была в 18-м году, и модель предельно проста, вот два ядра, вот так, прошу прощения, вот два ядра плюс Q, плюс Q, да, между ними орбита, на ней садят, сидят, так сказать, электроны, электронные пары, которые связаны и по существу движутся, как скомпонованные такие вот объекты вместе с физическим вакуумом, с ним неразрывно связаны, так, они вот циркулируют по некой орбите, радиус этой орбиты будет на самом деле малым, так, но геометрически, если я кулоновскую задачу решаю, то легко показать, что радиус вот этого кольца, он в корень из трех раз больше, чем расстояние D от кольца до любого из ядер. так вот, такая модель немедленно нам позволяет провести оценки и обеспечить это сближение ядер. А вот здесь я просто напомню то, о чем я уже говорил, вот абсолютно запрещенный с точки зрения ядерной физики механизм синтеза, так, я ничего не пропустил случайно, я вот прошу прощения, нет, не пропустил, хорошо, тот, ну, как бы вопиющий с точки зрения стандартной ядерной теории факт, что у нас из циркония возникают, то есть синтезируются из тяжелых ядер, которые лежат на нисходящей части зависимости удельной энергии связи от массового числа, напомню, на восходящей части, но вы все это тоже, конечно, знаете, значит, на восходящей части, вот круто восходит, у нас выгоден синтез ядер стандартных, так, у которых ниже энергия связи, а на нисходящей у нас запрещено такое действие, но наоборот благоприятные распады, ну, например, уран захватил, так сказать, нейтрон и делится, куча всяких осколков, всяких комбинаций, да, с выделением энергии, а вот чтобы я взял массовое число, так сказать, выше железного, которому соответствует, так сказать, максимум на этой кривой, да их еще вместе синтезировал, из них какой-то более тяжелый элемент, это относится к эндотермической реакции, а вот на самом деле, в этих условиях, как я сейчас дальше покажу, это будут все экзотермические реакции, но вмешательство, конечно, требуется вот этих ЕПАР. Теперь, вот я уже говорил о простейших реакциях, связанных с участием квазинейтронов, ну, я вот очень коротко остановлюсь, мы эти эксперименты провели, идентифицировали энергодисперсионным анализом, а сейчас по существу идет проверка уже на изотоп, на изотопном, так сказать, эксперименте, ну, и что здесь мы видим, я просто красным выделил, появляется цинк, но он появляется не из воды, так, а просто медный электрод, вот идет, эскортирует электрон, протон до 10 минус 13, дальше протон захватывается и появляется цинк, и что здесь важно, вот один из факторов, который экспериментально проверяем, это к вопросу о том, что теория должна что-то предсказывать, вот совершенно очевидные предсказания, которые мы сейчас и проверяем, помимо многих других, но вот это мы проверяем практически, на мой взгляд, проверили, о чем идет речь, а речь идет о том, если это цинк, который возник из меди, то у меди только два устойчивых изотопа, у цинка их больше, но два изотопа должны возникнуть из меди 63 и меди 65, тогда у меня появится цинк 64 и цинк 66, а вот их отношение должно быть таким, как отношение изотопов меди в природе, и это отношение равняется 0, 446, а в природе, ну, может показаться маленькое различие, но я сейчас скажу о других различиях, а в природе, так, ну, не важно, в природе 0,56, так вот, это различие уже фиксируется, теперь, ядерные, продолжаем, ядерные реакции с участием материала электродов, я не буду дальше там перечислять, значит, можно обнаружить, сейчас вот мы будем на ванаде проверять, там уже это отличие от природного будет 20 раз, понимаете, ну, и так далее, для разных изотопов разные отличия, в экспериментах с электрическими разрядами в воде или водных растворах солей следует ожидать эффективных реакций с участием наряду с квази-нейтронами, я их уже не обсуждаю, комбинаций типа протон плюс кислород, да, но это просто что, OH, да, причем этот ион OH-, минус, и 3P плюс О, это что такое, это H2O молекула, на которую сел, это обычное дело, еще один водород, насыщенных связанными электронными парами, но я напоминаю в Ачаевской установке, да и в демонстрационной так называемой установке, а на самом деле хороший, так сказать, исследовательский так будем говорить агрегат, предельно простой, так вот у нас из-за того, что Е-парами это все насыщено, а иначе вообще не может никакой реакции быть, только при насыщении Е-парами идут низкоэнергетические реакции, я не обсуждаю другие механизмы, пусть тут никто на меня не обижается, значит, я обсуждаю то, что декларировал, так, так вот, тогда мы можем считать, что вот в этой комбинации, ну простейший вариант я рассматриваю, в действительности они все проанализированы, П плюс О, то здесь может идти вариант и захвата одного протона, и захвата, в смысле, захвата протона и еще восемь протонов, то есть девяти протонов, и вариант, когда протон в действительности поглощается вместе с электроном, захватывается, то есть, как нейтрон себя ведет, да, и вот в соответствии с этим возникают, значит, экзотермические реакции, с появлением, я выписываю только стабильные изотопы, купрум плюс кислород плюс, вот, значит, П плюс Е, да, это натрий, железо 57, ну и в том, здесь, как бы, заглатывается, как я говорю, мягкий нейтрон, условно, П плюс Е, да, а вот здесь просто протон, а эскортирующий электрон остается, так сказать, свободно, вот, и отсюда понятно, что примерно, примерно в таких реакциях должны быть порядки близкими у железа 56 и 57, так, у этих изотопов, в отличие от природного содержания, и это действительно наблюдается. Дальше, так, это я выписал с комплексом еще и 3П плюс О, да, я не буду ничего тут перечислять, но вы видите, что есть элементы, так сказать, и низкие, так и повыше, да, массовые числа, я обращу внимание ваше на реакцию, это по существу две молекулы воды, которые могут превратиться сразу в три атома углерода, то есть такая реакция-размножитель, и у, я вначале удивлялся, когда смотрел результаты Вачаева, потому что в малярном отношении там 50% углерод образовался в малярном отношении, ну, понятно, по отношению к железу он там, вообще там три кита, железо, углерод, прошу прощения, углерод, кремний, железо, да, кремний, получается, элементарно, кислород плюс кислород, да, ну, вот тут все реакции перечислены, в общем, все реакции легкие в синтезе у Вачаева получаются при столкновении, при взаимодействии П плюс О и 3П плюс О, но это тоже понятно, потому что один отрицательный, и он, другой положительно заряженный, они сближаются, при насыщении Е парами идет вот такой вот, так сказать, такая совокупность реакций. Теперь, синтез массивных элементов, он теперь тоже понятен, да, но я сразу не перечисляю без захвата пар, но там, где я уже несколько раз говорил, ну, допустим, тот же цирконий, когда мне надо уже из массивных элементов с массами больше железных получить еще более массивные, и вы будете рассматривать, так сказать, энергию связи, вы получите эндотермические реакции, а они идут, и никакие не эндотермические, как это может быть? Да очень просто. Электронная пара, если хотя бы одна будет захвачена, а у нее гигантская, так сказать, масса энергии, да, то у вас произойдет этот синтез с выделением энергии, да, но, конечно, надо будет учесть изменение зарядового числа, потому что будут, по закону сохранения электрического заряда, будут вычтены, так сказать, из исходного ядра Z двоечка, то есть возникнет вот такое ядро, ну, я как пример показал, что если бы был просто, ну, я взял самый массивный из изотопов циркония, бессмысленно их все перечислять, можно все это перечислить очень легко, но вот мы возьмем самый массивный, если бы не захватывалась Е-пара, у нас бы получилась, так сказать, ртуть, и эта реакция была бы эндотермической, а вот только захватывается Е-пара, и мы получим платину, так, и она будет экзотермической, ну, и так далее, значит, ничего не буду говорить, и вот опять же к полемическому вопросу, что надо что-то предсказывать, пожалуйста, предсказываю, реализуйте, да, если мы берем, теперь, вот, цирконий, он неудобный, много изотопов, берем с одним изотопом, ну, легкий, можно взять вариант алюминия, так, там нечего особо обсуждать, а вот кобальт, у которого уже, так сказать, вы видите, массовое число, единственный изотоп больше железного, да, при захвате электрона, можно сказать, ну, там куча элементов будет возникать, но может, но максимальное, максимальное возможно, это телур, это телур, то есть 27 плюс 27, да, дало бы нам 54, но минус 2 даст нам телур. То же самое, значит, ну, как бы уже для проверки очень интересно, если будет захвачено 2, 2 епары, ну, 3 и больше, это уже совсем маловероятно, то возникнет олова при, так сказать, плавлении, вот, вакуумном плавлении кобальта. Абсолютно уверен, можно проверять. Теперь, вот это, опять же, сугубо схематическое для, так будем говорить, того, чтобы интуицию немножечко, так сказать, побаловать, так, предложенная схема захвата, наглядная, интуитивная епары сливающимися ядрами. Вот розовый цвет в середине это, так сказать, ядра, да, вот в середине шарик 2 е это пара, но эта пара такая любопытная, она возникла от внутренних вот электронов, от внутренних орбит, так, сейчас, секундочку, задел я, Надюша, верни-ка меня вот сюда на слайд этот, да, значит, возникла она от внутренних зелененьких вот коротеньких орбит, вот этих кругленьких, да, это так называемый модель изоэлектронеума адронной механики, когда два электрона из внутренних оболочек подходят друг к другу и на время замедляются, потому что их, так сказать, пакеты начинают слегка перекрываться, вот в момент такого замедления они могут быть захвачены, это не электроны из нашего кольца, кольцо по-прежнему живет, так, и играет очень важную роль, и мы дальше можем уже говорить о чем, вот эти вот, это электронное кольцо теперь, которое дальше названо КК-активатором, то есть катализирующим кольцом, в действительности оно превращается, как показывает анализ уже треков странного излучения, это реальный физический объект, и сначала я тому удивлялся, но теперь совершенно не удивляюсь, так вот, это уже не просто какой-то модельный объект, на самом деле это реальный физический объект, когда такое кольцо появляется, вот этот радиус, его очень мал, он порядка 10-13 сантиметра, так, прошу прощения, метра, 10-13 метра, или 10-11 сантиметра, оно очень сильно поляризует электронные оболочки, как бы их раздвигает, да, как только вот это серым показаны эти раздвинутые электронные оболочки, захватывает пару, и у нас начинается формирование вот нового ядра, сливающегося внутри вот этого кольца, вот картинка, которую я нарисовал, кольцо, вот там возможно возникло еще какое-то от изоэлектронима болтается внутренняя, так сказать, орбита маленькая, вот это вот большая зеленая орбита, ну, зеленым я не случайно, да, любят у нас, хотя критикуют зеленую энергию, да, вот у нас зеленая энергия, отсюда берется, так вот, а внутри вот серое колечко, это формирующаяся обычная, так сказать, подчиняющаяся ферме Дираку, так сказать, оболочка из электронов обычных, а вот двое необычные, но в электронной оболочке может присутствовать еще и вот такое необычное состояние, ну, так, в порядке выхода, ухода от монографии сейчас возобновились работы, толкуют Дипстейт, Дипстейт, ну, вот Гидрина там, Милса, это как раз из области Дипстейт, что еще Шредингер или при Шредингере были обнаружены глубокие состояния, гораздо с меньшими радиусами, чем радиусы, так сказать, первого Боровского, вот этого, первой Боровской орбиты, так, но потом они были отброшены, я не буду сейчас объяснять, почему, можно объяснить, но не буду. Так вот, значит, наряду с моим, как говорится, предложением о Е-парах есть еще разговор о Дипстейт. Дальше, что же у нас возникло? А у нас возникла, смотрите, какая картина, почти сформировавшийся атом внутри кольца, если ему теперь осталось только выскочить из этого кольца, а кольцо превращается в катализатор, оно может садиться между двумя, так сказать, следующими ядрами и работать, и работать. Если в мионном катализе, так сказать, там было конечное время жизни, и бились, и пытались так сказать, коммерческое найти применение, и говорили, ну вот, если он только не будет мион прилипать, и если хотя бы сто катализов осуществит, уже коммерчески можно использовать. Не получилось. Ну, и это, в общем, себе дороже подобные методики, так. А здесь все получается, ну, конечно, надо увериться, что это кольцо живет долго, а оно живет долго, я поясню, почему. Значит, что же тогда получается, вот это кольцо ушло, а у нас возник атом, причем этот атом может быть с внутренней, так сказать, орбиты, а может быть и без нее, так. Вот, когда он с ней, то это уже очень интересно, такой атом можно хорошо идентифицировать, почему? Да, потому что рентгеновский спектр такого атома будет немедленно модифицирован. у нас тотчас же изменится, так сказать, кранирующий фактор, причем мы его мгновенно находим и с его помощью оцениваем, а сколько же епар у меня захвачено. А вот это кольцо пошло гулять, так, оно может совершенно спокойно работать на катализ. Здесь нарисован вариант, когда могло быть два катализирующих кольца, как бы это очень редкий вариант, редкий вариант, если они зеркально идентичны, но нередкий, если они, так сказать, одно начинает формироваться позже другого, из соображения минимизации должны, так сказать, направления вращения пар быть в противоположные стороны. Отсюда же следует, что магнитное поле таких колец направлено в противоположные стороны, если мы два этих кольца теперь наденем на ядро, я не стал рисовать, то магнитный поток между ними скомпенсируется, и он будет выходить в обе стороны, то есть у меня возникнет некое подобие монополя магнитного, да, ну, я напоминаю, значит, вот Леонид Ирбекович, значит, Уруцкоев, они высказывали гипотезу о монополях магнитных, ну, понятно, значит, с дираковскими дело сложно иметь, решили, так сказать, на лошака опереться, вот опубликовали там, значит, в фонде Луиды Бройля, более легкие там и так далее, а почему они двинулись к этим, так сказать, связали свое странное излучение с магнитными монополями, да, потому что прикидывая ту энергию, которая требуется на засветку фольк, ну, дальше я кратко скажу, или уж, я не говорю, после них начали на DVD дисках, да, гигантская энергия тратится, да, нету такой энергии, тогда они сказали, ребята, это у нас никакие не заряженные, значит, частицы, это у нас монополи, они тут метают рядом, они своим магнитным полем, так сказать, инициируют и вот эту засветку, а сами они внутрь никуда не попадают и не проникают, так вот, значит, энергия берется из вакуума, да, ну, вы можете сказать, что вот все валите на вакуум, да, но это последовательная точка зрения, и именно энергию этого вакуума утилизируют реакции с увеличением массы, когда вы синтезируете, ну, вот захват идет епары, вы в чистом виде используете энергию вакуума, потому что захватываете эти епары, так вот, да, кстати, сразу, вот про два этих кольца, да, про два этих кольца, это как раз одно из них всегда зеркально несимметрично, послабее, и поэтому когда появляются треки с периодической структурой и есть сателлит, вот идет мощный трек, а потом вдруг раз и появился тоненький параллельно идущий сателлит, значит, это соскочило второе кольцо, да, ну, я не буду, дальше я еще скажу, а вот теперь я покажу, это результаты, которые я увидел у Година, вот, прошу прощения, не внесена в красных квадратных скобках ссылка на работу Година в трудах конференции как раз вашего сообщества, но и будем говорить нашего сообщества, так, когда медь, я не помню, кто-то ему из американцев делал на заказ или наши там делали, тоже подтвердили, что вот красным цветом это отдельная нормальная медь, да, но вот эта медь там месяц или больше прошел уже после того, как обрабатывали ее в электроплазменной так сказать реакторе, да, и вдруг эта медь обнаживает пики, ну, которые для меди, так сказать, вообще-то говоря, не характерны, то есть вот красным обозначено, ну, понятно, вот этот вот на восьмерке это К-альфа, а вот близко к девятке К-ф это К-бета, наиболее сильные, там уже Эль серии, но вот эти вот два, так сказать, печка и вот вообще говоря, вот масса вот этих печков, ну, вот эти я имею в виду, да, и вот эти вот печки, и вообще говоря, вот эти вот печки, ну, я их не интерпретирую, а только говорю, что у нас несколько ненормальный не только появление характеристического спектра, да, вот эта вот нормальная медь, да, вот на восьми кэвах, а вот там шесть, там, значит, и четыре кэва, это уже показывает нам атомы меди, которые содержат на внутренних оболочках, так сказать, связанной пары, ну, в данном случае две такие пары, так, вот посильнее, это, как говорится, К-альфа спектр, К-альфа, это вот К-бета спектр, но уже с двумя парами, а вот этот необычный, как мне представляется, необычный, тоже отличающийся сплошной спектр, он во многом связан с тем, что имеется ансамбль атомов, не столь выраженных, как вот вот эти с характеристическими пиками, но содержащие разное число епар. Я дальше на этом не останавливаюсь, значит, это экспериментальное подтверждение и можно опять же в порядке предсказания, тут говорят, значит, давайте предсказывать, вот я вам уже предсказал раз, предсказал два, это я предсказываю три, что если сделать серию, это вот на одной меди, если сделать серию металлов, да, и потом посмотреть, что происходит с их рентгеновскими спектрами, ну, от себя добавлю и с оптическими спектрами, только это потоньше будет, а это прямо в лоб, прямо в лоб доказательство, да, не надо ничего тут мутить себе, так сказать, изысками какими-то заниматься, да, так вот это доказательство, оно просто на лицо, оно лезет, можно сказать, вот из этой демонстрации. Теперь дальше, я перехожу к странному излучению, я начинал о нем уже говорить, значит, излучается электрический нейтральный комплекс, который я изображал, включающий катализирующее кольцо, оно играет дальше колоссальную роль во всем синтезе, и возникает целый ансамбль таких колец, когда у нас из продуктов реакции возникают новые, а из них возникают новые, то есть идет синтез по этапам, а промежуточные мелочные, значит, квазинейтронные вещи, разнообразие, тезотопный состав и так далее, а крупными шагами, грубо говоря, в режиме удвоения массы идет вот такой синтез, ну, как я уже говорил, там, кислород, кислород, кремний, кремний плюс кремний, железо, железо плюс железо, олова, олова плюс олова, там, свинец, вот, ну, а тут обычные наши элементы кончаются, а свинец захватывает, так сказать, протоны с квазинейтрона и висмут, и все это наблюдается, и так, значит, излучается катализирующее кольцо, подчеркиваю, это уже не какая-то, так сказать, модель, ее можно наблюдать, ставить эксперименты, проверять, все ясно, она электрически заряжена, это никакой не нейтральный, так сказать, элемент, но из уважения к смелости, так сказать, у Рудскоева и его команды, я сохраняю термин странное излучение, хотя, пока оно летит нейтральное, а дальше все треки рисуются электрически заряженными, а никакими не нейтральными, у них есть магнитный момент, поэтому можно его плоскость кольца переворачивать, я о базовых сценариях скажу, это у Рудскоев первый показал, перевернул, и вместо, так сказать, периодических гантелеобразных следов появились, так сказать, сплошные полосы, ну, а потом это подтвердили, вот, так сказать, дополняющая, прекрасная есть работа с авторов, там, по-моему, Ижигалов, Пархомов, там еще кто-то, там у меня ссылки дальше есть, так вот, излучается электрический нейтральный комплекс, в тот момент, когда он ударяется в мишень, так, его, так сказать, ионная составляющая вылетает из него, грубо говоря, как пробка из бутылки, так, но только не из бутылка, из кольца, остается в материале, а КК-активатор начинает бешено расширяться, потому что нет компенсирующей силы и отталкиваются электронные вот эти вот пары, ну, и мы знаем, что совершенно дикое, с точки зрения обычных вариантов альфа-бет, там, значит, нейтронных излучений, какие-то следы шириной там до десятков микрометров, так ничего удивительного, все естественно, дальше, значит, вот эта вот распадающаяся часть, ну, я же сказал, пункт 2, а вот заформирование треков фото-детектора, ну, как правило, это по понятным теперь причинам это фотоэмульсия, и здесь, конечно, опять честь и слава первым, так сказать, проходцам, да, которые все это зафиксировали, это идет распространение отнюдь не нейтральных, а вполне даже себе заряженных КК-активаторов, но им, значит, помимо того, что можно описать все, что наблюдается, я немножко дальше покажу, они не электронейтральны, да, но, так сказать, им, судя по всему, присуще некоторое свойство, характерное для диссипативных структур, потому что они свою энергию тратят и на засветку, так сказать, на запуск химической реакции и на разрушение материала, когда это вот в слюде делают, так, как царапины появляются, или проплавление карбоната, как в DVD-дисках, так, и довольно долго живут. Они, судя по всему, в некоторых пределах, конечно, не бесконечно затрачиваемую энергию для сохранения своей устойчивости пополняют из физического вакуума и, так сказать, продолжают двигаться. Ну, сразу скажу, что здесь я не касаюсь, а в монографии я говорю, что идея заимствования физического вакуума высказывалась ранее Шолдерсов, который предложил вот эти гигантские зарядовые комплексы. Ну, я нисколько не сомневаюсь, что он их наблюдал и нисколько не сомневаюсь, что следствие они возникают, ну, как, скажем, там, совокупность из полых сфер, аналог, только громадные, вместо вот этих единичных пар, там целые сферы полые. Ну, а такие сферы, конечно, контактным взаимодействием могут возникать, но для этого потребуются, конечно же, судя по всему, сильные, так сказать, разряды, и они, собственно, у него и делаются, там, так сказать, пикосекундные, мощные, так сказать, громадные разности потенциалов, ну, и так далее. Михаил Петрович, вы уже полтора часа говорите, сколько вам еще нужно времени? Еще постараюсь за 15 минут уложиться. Попробуйте за 10. Попробуйте за 10. Ну, я попробую, но по принципу попробую. Давайте, давайте, уже вы основное, в общем-то, сказали, давайте. Ну, в принципе, в принципе, конечно, но я просто хочу показать, ну, так сказать, коллеги тут хорошо поработали. Значит, как активатор может, как бы, базовые сценарии движения, как активатора при возникновении треков. Вот этот первый, самый простой, сценарий. Вот это вот колесико, да, грубо говоря, но это не колесико, а орбита, на которой сидят две епары для простоты. Это может быть четное, нечетное число пар. И центр инерции движется параллельно плоскости фотодетектора. Вот эта плоскость, это, значит, фотодетектор, это эмульсия, допустим, синим, желтым цветом. Так, это вот нормально. То есть, центр инерции перпендикулярно нормали, идет вращение и идет поступательное, так сказать, вращательное движение. Если у меня плоскость, самый простой случай вот этого, так сказать, ну, грубо говоря, этой орбиты, не просто, так сказать, перпендикулярно, да, плоскости, но еще и вот выполнены для скоростей, то тогда мы видим, что начнут засветку фотодетектора, каждый из вот этих зелененьких, когда он пересекает поверхность нашего фотодетектора. И тогда возникнет периодичность следов в виде одной цепочки, в виде одной цепочки, при таком специфическом варианте, так сказать, ориентации. Если же вариант движения будет таков, что плоскость орбиты будет по-прежнему перпендикулярна, но центр инерции перпендикулярен плоскости, вот не как он здесь параллелен, да, вот мы это кольцо развернем на 90 градусов, оставляя его перпендикулярно, тогда возникнет вот такая цепочка следов, это хорошо известные гусеничные типы, вот парочки, вот расстояние между ними, это радиус кольца, да, вот сдвинутые вот так вот, это при нечетном числе епар, а параллельные при четном числе епар, дальше, вот если я переверну следующий базовый сценарий, у меня как активатор плоскость ляжет в поверхность детектора, центр инерции вот так, будет заметаться сплошная полоса, и это прекрасно показано, впервые показал как раз тоже Рускоев, они магнитным полем, но это понятно, элементарно повернули, и у нас пошла, так сказать, полоса сплошная, причем явно видно круговые области, почему я утверждаю, что на самом деле уже этот как активатор визуализирован, он квазиклассический, это 10 микрометров, это не какие-то вам там фокусы, ну вот это пример уже экспериментальный, вот знаменитая работа Алексона в цену в Рускоев, понятно, вот увеличенный, вот они идут, сдвинутые, так сказать, гантелеобразные, судя по всему, нечетное число епар, так, вот, это опять же у Рускоева, это когда, вот смотрите, видите, светленькое, ну буквально, так сказать, ну эллипс с маленьким эксцентриситетом, да, а вот она полоса, это они магнитным полем повернули и у нас легло сюда, а вот та работа, которая очень хорошо дополняет, я двух авторов назвал на память, да, значит, Жигалов и Пархомов, ну вот тут есть Забавин, Соболев, Тимирбулатов, да, в журнале формирующихся, обращаю ваше внимание, да что ж такое, обращаю ваше внимание, вот есть такие черные пятна, буквально круглые, буквально круглые, и вопрос правомерно ставится в работе о том, вот так сказать, это начало трека или конец трека, ну, до конца я на него не отвечаю, хотя, как мне представляется, ну там приведены некие аргументы, что это скорее все-таки начало, чем конец, но это не факт, совсем не факт, так, теперь, вот картинка из той же работы, она вот тут цитируется, это мы красным оранжевым обвели, что вот был один центр попадания, потом пошло расширение, да, маленькое, потом держатся два параллельных следа, потом эти два следа начали расширяться, причем внутри следа, это похоже с одной стороны, если это трактовать как распространение двух колец, то это как бы по первому базовому сценарию, но это можно трактовать и как распространение одного, у которого радиус начинает расширяться, так что расходятся практически до, так сказать, десятых долей миллиметра эти траектории, вот, показательные, а вот показательный результат, который относится к множественным трекам, причем они не прямые, не прямолинейные, но вот авторы их назвали типа бумерангов, ну как они могут возникнуть, да очень просто, значит, это снова кольцо лежит по существу на поверхности, крутится, движется, а вот у нас тут всякие точки есть, ну какие-то дефекты есть, а какие-то есть и кратеры, которые я не обсуждал, а что такое кратер, когда у вас нет компонента параллельной плоскости фотодетектора, и у вас просто влетает туда и, так сказать, там оплавляет, остается, но если туда влетело вот кратерно предварительное, так, оно создает обязательно электрическое поле, и в этом электрическом поле, ну я уж не говорю о том, что возникают поля напряжений, так вот в неоднородном электрическом и механическом поле у меня, конечно, прямолинейные у заряженных частиц и искривляются траектории, это вполне естественно и ожидаемо, другое дело, что опять же нужны исследования, когда мы бы четко зафиксировали, вот мы создали положительно заряженный центр, ну и так далее, не мне объяснять экспериментаторам, значит, третий случай, который тоже отмечен, вот идет у вас полоса, да, это мелкая или царапина, да, или мелкое углубление, так, а потом вдруг она перешла вот в некую периодическую, да, но в другом смысле периодическую, так вот это вот тут наверху видно, так, я отмечаю, черная метка, да, что вот в этой точке нечто произошло, то есть, грубо говоря, произошло, произошел некий удар, например, так, и наше кольцо вместо того, чтобы скользить параллельно, да, оно закрутилось, так сказать, и пошло рисовать мне вот такую спираль, ну и вывод, я не буду больше ничего говорить, вывод, который я делаю, наблюдаемые треки можно интерпретировать, задавая варианты движения как активатора, вот, ну, опять же, напомню, что в той же замечательной пионерской работе Урицкоева, когда они смотрели на все это, весь этот зоопарк, так сказать, треков, они сказали, ну, это два или более типа частиц могут только описать всю эту наблюдаемую картину, значит, у меня прямо противоположное утверждение, один тип как активатора, но с различным вариантом его движения, так сказать, этого кольца, вот, может все описать, теперь один важный момент, я уже о нем говорил, принцип Циглера, ну, я напомню здесь очень коротко, в монографии это в виде одного параграфа, так сказать, концептуальные ответы, значит, или там принципиальные ответы на назначенные вопросы, вопросы в действительности задаются теорией, которая не должна применяться в этих условиях, ну, бог с ним, они были заданы, какие вопросы, как преодолеть, а точнее утверждение, преодолеть невозможно, возможно и даже запросто, кулоновский барьер, второй вопрос, это, почему стабиль, да, куда девается гамма-излучение, да, вот, ну, он законный вопрос, потому что через составное ядро, еще, опять же, с удовольствием вспоминаю, Нильса Бора, он является автором модели составного ядра, и если мы два сталкивающихся ядра, так сказать, переводим вот в это состояние, то это должно быть возбужденное состояние нового ядра, но если возбужденно, мы все знаем, должны излучаться гамма-лучи, так, а их почему-то, ну, как правило, не наблюдают, так вот, поглощаются очень эффективно, либо той шубой мизонной, которая есть внутри, всегда, обязательно, вблизи и внутри, так сказать, епар, а точнее, в этой области их локализации и примыкающей к ней области, ну, и на худой конец само разрушение епары может быть достигнуто поглощением такого жесткого кванта, в результате ничего страшного не произойдет, а все прекрасно, электроны превратятся в обычные, замечательные, все нам известные фермы дираковские, так сказать, и заполнят прекрасно обычные состояния ватами, это не свободное в смысле оторванные от атома электроны, а именно те, которые живут в атоме, как у себя дома. И, наконец, третий вопрос, который задают, а задают его следующим образом, никто не обращает внимания, что на него есть простой ответ. Третий принципиальный как бы вопрос со стороны теории горячего синтеза, а почему у вас нет промежуточных нестабильных изотопов, а только одни стабильные, достабильные, стабильные, достабильные. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, что всем известный принцип второе начало термодинамики, ну, его, конечно, надо для открытых систем, то есть, это для внутреннего превращения энтропии, но, неважно, пока я показываю для обычной, и не буду ничего больше показывать в этом смысле. Мы знаем, что энтропия монотонно нарастает в замкнутой системе. Так вот, обычно все ориентируются на теорему Пригожина, а теорема Пригожина говорит, производство энтропии, то есть, скорость ее изменения во времени, является минимальной. так это теорема Пригожина относится у нас к большим временам, когда энтропия уже фактически достигла симптотических максимальных значений, и тут она полностью применима. А принцип Циглера, который говорит, да нет, ребята, а он работал, его сформулировал, работая с пластической деформацией, существенно необратимой и так далее. Нет, ребята, у нас все происходит так, что производство энтропии максимально, ну и это очевидно, вот на этом участке в самом начале, у меня резкий наклон нашей производной, то есть, вот тут работает принцип Циглера. Легко показать, что скорость реакций диктуется, ну это почти очевидно, но можно и доказать, как это в монографии сделано, так, результирующим эффектом энергетическим реакциям, то есть, чем он больше, тем реакция идет быстрее, ну а дальше очень просто, если у вас есть несколько каналов реакции, среди которых есть быстрые каналы, то они будут реализованы, а более медленные каналы потенциально возможны, но не реализуются, так вот, с максимумом, так сказать, теплового эффекта экзотермические реакции идут именно для стабильных изотопов, так что ответы совершенно очевидные на эти, ну в кавычках, принципиальные вопросы. Значит, КК-активаторы, я уже о них в принципе все сказал, так, последний только пункт, что это реальные физические объекты, способные, по-видимому, использовать энергию физического вакуума, это надо проверять, как и кучу экспериментов, не только плавление, не только рентген, но и влияние магнитных полей, целенаправленное, как и предварительное, так сказать, насыщение наших мишеней, прежде чем туда пришли, КК-активаторы, так сказать, центрами, положительно, допустим, заряженными, отрицательно заряженными, это будет видно, как будет выгибаться траектория. А отдельный вопрос, вот, исследовать степень связи с физическим вакуумом. так, так, что-то у меня, или вы меня отключили, Валерий Николаевич? Нет, я вас не отключал, у вас все нормально. А, так, ну все, все, я закончу. Я прошу прощения, но уже я добрался, добрался до заключения, которое зачитывать не буду, только последний опять же пункт. Совершенно очевидно, что реакции с квази-нейтронами и К-К-активаторами указывают простые механизмы возникновения всех химических элементах в условиях Земли. Все эти разговоры о том, что какие-то взрывы сверхновых миллиарды лет назад, миллиарды, так сказать, или там световых лет по расстоянию, все это в свое время имело право на жизнь, а сейчас, я считаю, право на жизнь не имеет. Вот так. Это литература, и я благодарю за внимание. Там есть еще некоторые приложения, которых я не буду касаться. Большое спасибо за терпение. Да, Михаил Петрович, спасибо за доклад. Вы говорили практически час пятьдесят минут. Я немножко удивлен, вы же преподаватель, и время вам было известно, вы его в два раза перебрали. Это удивительно. Валерий Николаевич, я предоставил. Подождите, я ваш комментарий не просил еще, это я сейчас говорю, так? Вот. Ну, тем не менее, все это было, я думаю, полезно и интересно. Друзья, много-много рук уже, поскольку со временем у нас, значит, как вы видите, очень все сложно, поэтому у меня просьба, умейте сформулировать вопрос, сейчас стадия вопросов, вопрос очень четко, емко и коротко. Умейте компрессировать свой вопрос в одно-два предложения. Пожалуйста, Евгений Егоров. Спасибо. Вот, благодарю за очень такое хорошее, внятное объяснение на качественном уровне, но для меня вот остается непонятным и возникает вопрос, как все-таки образуются эти пары, понимаете, за счет чего? Там все против вот этой вот стяжки электрон-электрон. Я уже говорил, но еще раз И заряд, и заряд, и, так сказать, магнитный момент и так далее, все против, понимаете? Так вот, я повторяю, значит, здесь использовано утверждение, я выводы использовал адронной механики, что при достижении расстояния 10 минус 15 метра между электронами, они притягиваются, преодолеваются отталкивания. А дальше проведена оценка, которую элементарно проверить, какую надо создать энергию относительного, так сказать, кинетическую энергию относительного движения двух электронов, чтобы было достигнуто сближение этих электронов до 10 минус 15 метра. Оказывается, это чепуховая энергия. Десятки электрон-вольт, ни килла, ни мега, обычных электрон-вольт, и поэтому в тех установках, в Ачаевских и так далее, нету 50 электрон-вольт, негде их там получать, понимаете? Негде. Нету таких падений напряжений на электродах медных. Да не на медных электродах, я говорил, что реактор Вачаева, реактор Вачаева, это плазмоид его, а в плазмоиде разряжена среда. Спасибо Евгению за очень правильный, прям не в бровь, а в глаз вопрос. К сожалению, Михаил Петрович по-видимому не очень внимательно рассчитывал расстояние, напряжение, которое возникает на длинных пробегах, вот в средах таких конденсированных. Вот в чем смысл вопроса Егорова. Спасибо. Разреженных. Спасибо Егорову. Евгений Алексеевич Губарев задает вопрос. У меня, простите, если можно, два вопроса. Первый перекликается с вопросом Евгения Егорова. Уважаемый Михаил Петрович, возможно, это лично к вам вопрос, а возможно, это вопрос к той платформе, на которой вы целиком стоите, то есть господину Роджеру Сантиле. Не кажется ли вам, что, вводя вот это вот сильнодействующее контактное взаимодействие притяжения электронов на расстоянии порядка 10-15 метра выводите таким образом взаимодействие, которое будет пятым взаимодействием в природе наряду с гравитационным электромагнитным сильным и слабым. Настолько она мощная. Это первый вопрос. Последовательно, Евгений, давайте последовательно. Михаил Петрович, Ваш ответ. Пожалуйста, я подчеркивал и еще раз только могу сказать, я не собираюсь тут сдаваться в адронную механику, это не пятое взаимодействие обычного типа, а обычное это потенциальное взаимодействие. Это не потенциальное, не локальное взаимодействие, не линейное. И в результате вот тот стереотип, когда мы пытаемся их просто-напросто уравнять, он не проходит. То есть этот вопрос... Михаил Петрович, вопрос был о том, можно ли построить адронное взаимодействие из четырех или нельзя? Можно ли? Я еще раз говорю, это взаимодействие, контактное взаимодействие мы можем рассматривать как дополнительное не учитываемое в стандартной квантовой механике. Понятно. Ответ получен. Это пятое взаимодействие. Евгений Алексеевич, следующий вопрос. Да, значит, много раз вы говорили в докладе, я читал из вашей книги, что везде в реакции контактного взаимодействия и прочих очень важны взаимодействия с физическим вакуумом. Вопрос следующий. Какой моделью, какими уравнениями вы описываете собственно физический вакуум? Какой модель? Ответ очень простой. Никакими моделями я физический вакуум не описывал, и поэтому название концептуальное предложение вносится. и моя точка зрения сейчас сводится вот к чему. Необходимы целенаправленные экспериментальные исследования, чтобы добраться до этой самой сложной части нынешней физики, а именно вакуумной физики. Потому что... Михаил Петрович, это уже комментарий, ответ получит. Вы модель вакуума не строили. Евгений Алексеевич, это все... То есть ни на какой модели вы не основаетесь, только на рассуждении. Совершенно верно. Спасибо, Евгений Алексеевич за вопрос. Еще есть вопросы? Все, спасибо Евгению Губриеву за вопрос. Савенков Геннадий. Кстати, Геннадий, вот я вам хочу вот что сказать. Поскольку я вас там один раз как бы прерывал, вы сейчас можете, поскольку я штрафник перед вами, вы сейчас не только вопрос можете задать, но и немножко просуждать на тему... Хорошо, спасибо. Михаил Петрович, спасибо вам за доклад. У меня такой вопрос. Ваша конструкция там из двух протонов в контактном состоянии, она определяется, я так понимаю, невзирая на отталкивание заряда. А можно создать такую же контактную пару из двух протонов? Значит, что касается двух протонов, так, то с точки, ну, насколько я знаю результаты адронной металии, Сантили этот вопрос не обсуждал. Он рассмотрел варианты, так сказать, вот нейтрона, дальше ввел еще понятие нейтроида, ввел понятие псевдопротона, когда у нас взаимодействует, так сказать, протон с двумя электронами и получается отрицательно как бы заряженный, но это не антипротон, а псевдопротон. А вот вариант, так будем говорить, взаимодействия двух протонов, он не обсуждался. И я его тоже не обсуждал. И вот так просто взять и сказать, а знаете, я не сторонник того, чтобы бросать вот такие такси. Это же упрощает задачу. Вы используете как транспортировщик пару электронов, а то у вас сразу будут протоны друг с дружкой где-то соединяться. А почему плоская модель? Почему не 3D-модель? Я могу здесь. Михаил Петрович, я тут могу вам помочь немножко. Дело в том, что для туннельного эффекта на протонах там же масса стоит вверху, поэтому ему в тысячу раз тяжелее проникать, чем электронам. Возможно, в этом все дело. Конечно, нет, это понятно. Это понятно. Ну, раз понятно, тогда лучше бы на это обстоятельство опираться. Это может быть ответ на вопрос еще вопрос. У вас это в любой среде... Я просто не проверял. Еще вопрос. У вас в любой среде, у Вачаева там жидкая среда, да? Допустим, в холодном синтезе, скажем, в металлах, скажем, в том же никеле, там твердое тело. Это не зависит от среды. И еще раз, если не трудно... У Вачаева там водичка течет. Да, да, да. Средкая среда. Вот там эти пары, допустим, по одному механизму, а в твердом теле, допустим, в порошке никеля, она по-другому должна образовываться. Да, конечно, вопрос совершенно понятен. Я отдельную главку маленькую посвятил этому вопросу. Значит, у нас вот эти все металлы, да, но я просто напоминаю, что результаты флейшмана, японца, которые вызвали, значит, жуткий этот ажиотаж, но как-то там обычно не отмечают следующее. Они ждали 66 суток вот так, вопрос вот, что их, так сказать, подвигало на такое ожидание, да, некипичное. 66 суток они ждали насыщения палладия, и вдруг после 66 суток появилось, так сказать, вот этот, пошел синтез, полетели там нейтроны и так далее. К чему я это все говорю? Значит, вот эти переходные металлы, которыми я много занимался, но по другой причине, они, ну, я имею в виду мартенситные дела, значит, они обладают, это и титан, и палладий, и, так сказать, Эрби, вот последние данные НАСА, значит, опубликовали они там две лаборатории, там 20 сахаров, значит, и последние вот эти данные, это буквально 20-го года работа Physical Review C, ну, вот, обычных людей не берут, но НАСА взяли. Так вот, что, что там, в чем дело-то? А дело вот в чем, на уровне ферме, а существенны только электроны вблизи уровня ферме, для таких переходных металлов типично, так сказать, гибридизация, S, это быстрые электроны, и D, ну, или F оболочек, вот это гибридизация, и если, а что значит гибридизация, это большая плотность состояний, у D состояний большая плотность, а у S состояний маленькая плотность, то есть D и F электронов много, и вот если при этой гибридизации, это не любые металлы, а вот такие, значит, которые любят водороды, в которых вот все это происходит, так тогда эти свободные электроны, они имеют 3-4 электрон-вольта, ну, типичной скорости, значит, 10 в 6 метр на секунду, ну, единицы на 10 в 6, металл-вольтой, так вот, если мы, да, и в них есть, так сказать, дефекты, так, а в дефекты, значит, могут попадать и сидеть там, ну, понятно, это всякие октоэдрические, значит, и прочее, междоузли, так, где эти дефекты, в эти дефекты сели, значит, атомы, и бомбардируют их вот эти свободные электроны, и эти энергии, да, вот, про которые тут говорили, что, да, не набрать такие энергии, там они просто есть, но это не 10 электрон-вольт, это 3-4, но если мы подождем, так, то насытятся электронные оболочки, и если вот в этих, да, внутри этих еще дефектов, это же легкие атомы, у них повышенная амплитуда колебаний, это вот типа дискретных бризеров, там, и так далее, и только вы, но этих недостаточно, и только у вас надо дождаться, чтобы насытились эти оболочки, но надо потерпеть, как только они насытились, все сработает, и бризеры сработают, и дополнительный подогрев, увеличивающий амплитуды колебаний, а значит сближение сработает, то есть там тот же самый механизм, но отягощенный вот дополнительными факторами, и, конечно, они должны, ну, как говорится, звезды должны сойтись, они сходятся, это вопрос ожидания, то есть никакого нового там ничего нет. Я так понимаю, что это где-то так, общее рассуждение, собственно говоря, убедительного ответа не получил, но тогда простой вопрос, а чем отличаются гидриды переходных металлов от гидридов остальных металлов? Ну, что я здесь могу сказать? Гидрид – это уже соединение. Нет, но реакция холодного синтеза идет не в металлах, а идет в гидридах металлов. Ну, это вопрос, опять же, то есть если мы в гидридах металлах, это просто степень ее... Это электрохимия. Это электрохимия. Ну, я скажу, скажу, чем отчасти. Ну, конечно, тут и химия. Они отличаются металлической связью, то есть наличием свободных электронов. Значит, еще раз говорю, этот, вот вы правильный дали ответ, да, каждый из таких вопросов, каждый из таких вопросов означает, что я должен бросить все и заняться только им. И заниматься им не меньше, чем полгода. Ну, это совершенно понятно. Это зависит от вашего желания. Совершенно понятно, но мне это неинтересно. Еще последний вопрос. Это уже, значит, вот я так и не понял, что принуждает эти электроны соединяться в ваши какайте активаторы? Их ничто не принуждает. То есть, когда мы даем такую вот энергию и даем достаточную плотность электрического тока, и не случайно у того же Вачаева токи там... Ну, скажем так, не обязательно, допустим, гидролизные ячейки флейшмана и конца. Там ток небольшой, напряжение небольшое. Ток небольшой, просто мы долго ждем, вот и все. Я об этом и сказал. Или долго ждать, или мгновенно получать при больших плотностях. Вы меня не убедили, что электроны вот так вот парами уходят, хороводы крутят, а потом берут в качестве транспортировщика один протон, притягивают к другому протону. Ну, схема какая-то надуманная, в общем-то, честно говоря, высосанная из пальцев. Ну, не убедили, к сожалению. Я понимаю, что появились эффекты, и все пытаются объяснить. И чем больше, тем лучше. Это все хорошо. Вы пытаетесь объяснить с точки зрения классической физики, классической модели, не выходя за рамки, за красные флажки. Но это другие реакции. Это ядерные реакции. Это не молекулярные, как вы говорите. Вы пытаетесь молекулярные реакции заместить молекулярными реакциями и заместить ядерные реакции. Ну, не получится у вас. У вас квазимолекулярные, фазонофанонное взаимодействие, вот то же самое объяснили, сверхпроводимость. Но фанон, фанон, фанон это гипотетическая частичка. У вас тоже вот два электрона, как вот у Купера могут два электрона, фанон объединяется на расстоянии кристаллической решетки. Оказывается, чисто гипотетически. Но как только придумали фанон и начинают создавать новую теорию, и сами фаноны по себе живут в других теориях, но это все-таки надо вернуться назад и спросить, а что это? Это реальное физическое явление? Нет, это гипотетическая задумка-придумка. Ну, и здесь у вас точно так же. Вы взяли, ну, придумали, попытались объяснить, но неубедительно. Так что, извините, пока не верю по-станиславскому. Спасибо. Я в порядке. Да я понимаю, скепсис, он должен быть вполне естественным. Нисколько, вы думаете, у меня не было скепсиса, что ли? У меня его было больше, чем у всех, наверное, вместе взятых в этой аудитории. Оно не вяжется в здравом смысле. И последовательно он отпадал. По мере того, как я ознакомился с новой информацией, раз, и по мере того, как мы проводили эксперименты, два. Но в защиту фанона я вынужден сказать, я занимался и спин-фаноном взаимодействием, и электрон-фаноном взаимодействием. Вот фанон не нравится это понятие сантильи. Он предпочитает говорить только, так сказать, о реальных частицах. И в частности, они нынешнюю сверхпроводимость, почему-то никто не ссылается, ну вот эту купратную сверхпроводимость, они ее прекрасно описали вместе, так сказать, вот. Ну, теория, это точно, Бардин Купершейфер. Да, ну, значит, нового фанона, это прекрасно. Это отрицать фанон то же самое, что отрицать фотон. Ну, почему? Он гипотетический. Друзья, давайте, все, давайте заканчиваем. Мы не обмотимся к сегодняшнему докладу. Это вторичное, вторичное квантование, прекрасно себя зарекомендовавшее в твердом деле. Михаил Петрович, тут я с вами, ну, категорически. Знаете, поговорка я называю, есть такая, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не материлось. Вот точно так же они придумывают, придумывают и придумывают. Вот я поэтому говорю, надо делать эксперименты, потому что можно придумывать все, что угодно. Я изложил некую концепцию и говорю, что она может быть проверена. Общие слова не нужны. Михаил Петрович, спасибо. Спасибо Геннадию, спасибо за очень четкие вопросы. И хочу обратить всех внимание, а у нас еще семь вопросов. Хочу обратить внимание, что Геннадию было разрешено порассуждать на тему его вопросов, потому что я один раз там его обидел и не дал ему, ну, иностранец был, Геннадий, поймите. Мне не хотелось перед ним устраивать тут некую разборку. Тем более в английском мы тут не очень сильны. Спасибо Геннадию. Я опускаю руку. Геннадий и Александр Павлович Никитин, пожалуйста. Только четко вопрос, пожалуйста. Николай Петрович, мой вопрос короткий. Вот за время представления своей теории андронной механики, вы ее называете, вы ни разу не произнесли это слово, а именно нейтрино. Какая-то есть, в общем-то, необходимость нейтрино в вашей теории? Если есть необходимость, то какова роль нейтрино? Пожалуйста. Ответ очень простой. Значит, ну, как простой? Он в монографии есть, он развернут, я тут не касался. То есть, все те реакции, где у нас идет, так сказать, ну, по стандартной схеме, допустим, нам надо сохранять лептонный заряд, то есть, появился у вас электрон, там, допустим, он должен вместе с антинейтрино электронным появляться и так далее. Я не собираюсь все это перечислять. Так вот, на мой взгляд, на мой взгляд, и там есть коротенькое упоминание, да, что, но не я, опять же, автор, это автор в Сантилле, да, а дронная механика совершенно не моя, так, я просто, так будем говорить, попытался скомбинировать, так, ту информацию, какая есть, не в варианте подтасовки, а в варианте некой логической схемы. Так вот, может идти захват, ввел такое понятие эфирина, от слова эфир, как я понимаю, как физический вакуум, как наследник этой среды, я эту концепцию разделяю как возможность, но как единственную возможность в монографии не использую, поэтому я говорю, что может быть вариант синтеза нейтрона, вот какого не может быть варианта синтеза формального, когда у меня электрон плюс протон плюс антинейтрина и получается нейтрон. Эта частица, обладая гигантской проникающей способностью, имеет ничтожную вероятность для такого захвата. Но совершенно, так сказать, как бы в русле современной стандартной теории будет вариант, когда электрон плюс протон, а получается у нас нейтрина плюс нейтрон. Вот, но в стандартной первой постановке может быть такой захват, и я думаю, что он более вероятен. Электрон плюс протон плюс эфирина, локальная частица, без нейтрина, возникновение нейтрона. Вот такой вариант. Значит, в вашей теории нейтрина нет? Или есть оно, но конкретно вы можете? Ну, нет, ответил нет, он опирается на сантиле, у которого нет не эфирина, а эфирина. В данный момент я рассматриваю как равные возможности, не более того. я просто четко хотелось и эфирина какой-то, ну, зачем эфирина? Еще, такой вопрос еще был. Вот первый слайд у вас, прямо первая реакция, первая формула, это, по-моему, диетерий взаимодействует с третьим. Это и высокая температура. Это реакция где происходит? Это высокотемпературный вариант, то есть это стандартный, так сказать, ну, если хотите, пример просто-напросто расчетный и все. Ну, и в каких-то вещах говорят, что это происходит, естественно, в звездах, но есть разные циклы, есть водородные циклы, есть, так сказать, циклы углеродные там и так далее. Это вариант простейшей реакции. Где она происходит? Что за неопределенность такая? В Токамаке, на Солнце, в звездах, где она происходит? Вы написали эту реакцию? Значит, я теоретик, да, я на Солнце не был, да, но в н-ном числе работ пишут, что он может быть на Солнце, может быть, так сказать, в нетрах звезд, там, и так далее. Михаил Петрович, извините, именно. Ну, я мифи не кончал, но в звездах нет диетерия и трития. Я еще раз говорю, значит, там, где он есть и где есть температура, такая реакция может быть. По крайней мере, в космосе у нас гелия, как такового, хватает, и водорода тоже. даже в межзвездном газе, так вот, будем говорить. А где конкретно? То есть, ну, это вот, это вопрос, вообще-то говоря, не ко мне. Так, ответ получен. Александр Павлович, спасибо вам, спасибо огромное за ваши вопросы. Ну, следующий, у нас тут два Никитина, Анатолий Ильич у нас Никитин. Торик, пожалуйста, вопрос. Хорошо, спасибо. Михаил Петрович, в вашей модели вы рассматриваете каталиск с помощью электронных пар, который помещается между голыми ядрами, в том числе и ядрами с большим зарядом. Вот, на самом деле, в опытах Вачаева используются обычные атомы, где имеются внутренние электроны, электроны, это фермионы, они, конечно, должны каким-то образом действовать в сближении. Вот, как вы расправляетесь с этими внутренними электронами? Я с ними не расправляюсь. Я говорю о том, что когда у вас во внешних оболочках возникают, а именно, в первую очередь, во внешних оболочках возникают связанные вот эти состояния, епар, они немедленно, взаимодействуя с вакуумом, увеличивают массу, при этом они немедленно, ну, как немедленно, все имеют свои времена, они достаточно быстро, увеличив массу, им нужны маленькие радиусы при больших массах. Внутри, внутри исходных заняты такие состояния. Более того, для этих надо еще меньшее. И в монографии подчеркнуто, что есть проблема погружения, в кавычках, электронных пар. начинается такое погружение в межъядерных расстояниях, где им ничего не мешает. Но как только они туда сели, они немедленно поляризуют, отодвигают электронные оболочки, как бы их раздвигают, и у меня ядра получают возможность притягиваться к ним. Вот. Ответ здесь... Простите, а откуда они вползают туда? Снаружи или просто делают дырку, кедрок проходит? Вот я ничего не понял, как они могут пролезть туда внутрь? Они занимают в межъядерном пространстве. У них радиусы, у вас большая масса. Нет, простите, два ядра в кристаллической решетке находятся на довольно большом расстоянии. Подождите, окружены электронами. Теперь вы свои катализаторы вводите. Как он попал в нужное место? Причем тут два ядра в кристаллической решетке. Ну, я их должен извлезть. Они сначала находятся на большом расстоянии. Нет, минутку, начнем по порядку. Кристаллическая решетка отдельная тема. Вы не про кристаллическую решетку. Вот у вас, допустим, я начал, так сказать, с Вачаевской картины. Два атома кислорода, да, вот они могут, как говорится, встречаться ну, энными способами, так, могут обогащаться, а потом налетать из реактива, из зоны реакции, обогащенной, так сказать, на мишени, уже тетраэдрические кластеры из молекул воды, не только отдельные там, и взаимодействовать с ними. Поэтому между атомами вот такого, так сказать, кислорода никаких проблем найти место, куда сядут, так сказать, электроны, обладающие большими массами, не существует. Этой проблемы нет. Как ее нет, обращаю ваше внимание для легких ядер. Ну вот, я надеюсь, мы поставим эксперимент, когда мне не надо будет пробиваться, так сказать, к внутренним оболочкам, но это надо взять легкие газы, типа гелий, и так далее. Да нет, я опять ничего не понимаю, простите. Конкретно пример, два ядра меди находятся в христаллической решетки, на большом расстоянии. Ваша задача их сблизить и еще между ними расположить то, чтобы не мешало сближению, то есть заставало. Вот какой процесс, хотя на пальцах, мне не нужно формулы или чего-то. Нет, секундочку, во-первых, два, так сказать, атома меди, почему вы говорите прямо в христаллической решетке, да они вылетают, их полно, вне как они вылетают в виде атома? При электролизе мы что обсуждаем? Я обсуждаю вопрос электролиза. Вот в Ачаевске правильно, правильно, но я говорю, как добраться до ядра, как убрать те электроны, которые вот, я могу получить ее, убрав внешний один электрон, но внутренний электрон остается. То есть до ядра добраться еще надо целую проблему решить. Как вы ее решаете? Вот я вам уже говорил, но еще раз повторю, вы только не говорите мне про два ядра в кристаллической решетке. Вылетели два ядра со своими электронными оболочками. Теперь я внешнюю оболочку насытил, ну пусть хотя бы одна там из две пары возникла. Куда ей сесть? Это как раз я ваш вопрос вам и адресую. Я не могу сказать, что она у меня влезет и ее электронные внутренних оболочек не желают к себе пускать. разговор на пальцах. Куда ей сесть? Она может только, чтобы радиус поменять. Если возникло рядом ядро, между ними пожалуйста, закрутилось, село, но только село, немедленно начала поляризовать эти две оболочки, отодвигая их. То есть у вас точечный, представьте себе маленький радиус, это все равно, что точечный заряд. Если он сел от него какая будет сила действовать, обязательно будет поляризован облач. Я не понимаю, извините, ладно, все. Я же не могу другими словами сказать. Анатолий Петрович, я понимаю, что это вопрос требует серьезного восприятия. Я уверен. Анатолий Петрович, остановимся на этом. Остановимся, значит, Анатолий Петрович, если вы подумаете спокойно, то вы сами скажете «Я понял». Анатолий Петрович, реагируйте, пожалуйста, на мои... Михаил Петрович, Хорошо. Все, Валера, все, спасибо, пока. Анатолий Петрович, реагируйте, вы мне это напишите, я понял. Анатолий Петрович, пожалуйста, реагируйте на мои слова. Вы возбудились, возможно, и поэтому совершенно меня не слышите. Вот Анатолий Ильич, не... Упрощение. Анатолий, Михаил Петрович, извините, извините, Михаил Петрович, это я виноват. Михаил Петрович, пожалуйста, дискуссию давайте прекратим, потому что недопонимание Анатолия Никитину я могу сообщить, что в докладе не было, я думаю, что и в монографии тоже нет, решение задачи о поляризации электронных оболочек вот этой вот электронной парой. Автор ее пытается на руках, как-то на пальцах объяснить, и это не очень надежно, поэтому вот Анатолий Ильич не понимает. Толь, спасибо за вопрос. Хорошо, спасибо, ну, продолжит, он же работает, он не остановил работу. Спасибо, Михаил Петрович. Михаил Петрович, спутался с Анатолием Петровичем. Чижов задает вопрос, Володь, пожалуйста. Да, Михаил Петрович, ну что, интересно послушать совершенно, так сказать, другое мнение, и вы только приняли участие в наших дискуссиях, поэтому вам желательно было посмотреть все-таки наши вебинары, так сказать, прокрутить, и чем мы дышим. А вопрос у меня такой, значит, а что является движущей силой вот для образования вот этих пар электронных ваших? Как вот вы себе представляете, понимаете, я вот себе, так сказать, мысленно не могу представить, как сблизить этих два электрона на такое расстояние, учитывая, так сказать, взаимодействие кулоновское. Это такие силы должны быть, но это я просто не представляю. Откуда вы их берете? Да нет, значит, все абсолютно просто. Если есть, вот это вопрос как раз простой. Если есть электронный поток, я уже об этом говорил, да, электронный поток задается, так сказать, ну, напряжениями, да, там, градиентом потенциала, так, если есть электронный поток, то весь вопрос только в чем? Есть ли разреженная среда, в которой в этом электронном потоке отдельные, так сказать, электроны, ну, их должно быть довольно много, да, то есть в среднем, ускоряются до значимых, а значимыми являются масштабы энергии порядка 10 электрон вольт, то есть в разреженной среде это достигается, при достаточно высоких напряжениях, порядка 1000 вольт, ну, а у Вачаева, допустим, это 500 вольт, мы у себя делали на установке, так сказать, демонстрационно, это 560-600 вольт, сближаются электроды до 0,7-0,6 миллиметра, когда идет серия разрядов, там прямо все вскипает, то есть парообразная фаза, и там как раз все в порядке, достигаются такие значения, и плазмоид Вачаевский ту же самую роль играет, и сам Вачаев пишет, что очень важно, чтобы возникали там разрывы сплошности, жидкости, парообразные, так сказать, и так далее, то есть в них, значит, движущая сила это наличие электронных потоков, как вы знаете, любой даже двигатель, там по второму началу термодинамики, условно говоря, недостаточно одного единственного теплового резервуара. Я понял, я понял, извините, я понял, чтобы не задерживать долго, я вам скажу, что вот у меня есть работа еще 15-го года, когда я полностью опроверг куперские пары, то есть их не может существовать в кристаллической решетке, и еще момент, значит, потому что написано для идеальной кристаллической решетки, а мы имеем, никогда не имеем идеальной кристаллической решетки, всегда мы имеем дело с поликристаллами, но это другой вопрос, ладно, а вот вопрос, так сказать, продолжения Анатолия Ильича, значит, вы говорите, что вы не рассматривали кристаллическую решетку, но там же процесс идет, никель-водородная система показывает, и странное излучение показывает, и вот выслушав ваше мнение, я совершенно не убежден, что оно правильно, я уж тогда не буду выступать, Валер, я выскажу просто свое мнение, а вы знаете по нашего как раз ведущего семинара работу за Телепино по темному дорогу, мы как раз с Валерием Николаевичем говорили по этому поводу, я знаю, и в монографии у меня упоминается по этому поводу, она очень неплохо, очень хорошо даже объясняет эффекты и как раз и подчеркивает, вот, вы, наверное, не знаете, что мы сейчас еще детектор сделали, я лично сделал детектор в камере Вильсона, мы наблюдаем странное излучение, так вот, оно показывает, что оно действительно имеет нейтральный заряд и не взаимодействует с магнитным пулем. Ну, вот я буду признателен, если вы мне ссылочку хотя бы на работу или саму работу пришлете, я не знаю, это можно запросить просто мое выступление, допустим, от марта, 3 марта, по-моему, у Валерия Николаевича прошлого года. Валерия Николаевич, вышли тогда? Согласитесь, что я не могу говорить о том, о чем вообще не знаю. Да, а дело в том, что в продолжении Анатолия Ильича вот вопрос, я вам скажу, что, допустим, испарился у вас медь, испарилась, там расстояние между атомами, извините, больше, чем 5, ангстрем, которые находятся в кристаллической решетке, а вы говорите о том, что там все сблизилось и все пошло. То есть, достаточно упрощенный вариант вы предлагаете. Ну, мне кажется тоже, что он, в общем-то, надуманный. Спасибо. Спасибо. Я еще раз говорю, эксперименты покажут, как говорят хирурги, вскрытие покажут. И я, собственно, пишу, так сказать, эксперимент покажет, так сказать, эта модель, от нее надо отказаться, или ее можно принять, или ее нужно скорректировать. Дело в том, что вот как раз мы и продвинулись с экспериментом. Я чувствую дальше. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. С удовольствием посмотрю. Я еще раз говорю. Я пришлю, я пришлю Михаилу Петровичу ссылку для того вебинара. Спасибо. Спасибо Чужого за вопрос. Анатолий Иванович Климов задает свои вопросы. Вот, Анатолий Иванович мне обещал ошибкой меня, так сказать, уесть. Жду. Нет, но это будут данные еще, если мы по времени уложимся, будут еще данные обсуждения. Я надеюсь, все-таки выступить на обсуждение. Ну, и если народ не устал, уже два часа говорили. Два часа сорок минут уже. Вот. Значит, у меня вопрос более простой. Ну, всем понятно, что центральное место в вашем, так сказать, модели, это вот, значит, вот, это, значит, двойная электронная, ну, электронная пара, и вот еще вы там, значит, соорудили еще одну конструкцию, которая так скользко, почему-то говорить, она тоже играет важную роль, это вот нейтроноподобный объект, ПЕ, так сказать, конструкция у вас называется. Так вот, казалось бы, если эти вот, значит, надо вот все перерыть, чтобы показать, что, ну, вот такие конструкции реально, так сказать, это не фантазия, они реально существуют. Ну, ну, и вот то, что вы приводите, у меня вопрос такой, по сути дела. Ну, вот возьмем, рассмотрим, так сказать, то, что вам надо в первую очередь. Это масс-спектрометр, о котором вы говорите, хотя бы один электронный вот этот эксперимент по медиа довести до ума, и все, мы вам бы, так сказать, поверили, и все было бы нормально. Ну, вот масс-спектрометр, значит, там разные есть источники для анализа, лазерные источники, электронные пучки, плеющий разряд и так далее, при очень низком давлении. Я обращаю ваше внимание, что там, значит, энергию КФ, значит, получить при электронной бомбардировке ничем не стоит, КФ. Тогда такие пары должны у вас моментально там плодиться, и у вас спектрометрия, вы должны их увидеть. Значит, вот эту частицу, которая имеет 400 МФ массы, как вы сказали, и двукратный заряд. Никто ж никогда в жизни не наблюдал на спектрометре таких частиц. Вы об этом вот задумывались? Что вы на этом можете сказать? Ну, нет, значит, сейчас, ну, во-первых, если вы там внимательно смотрели, так, 400 МФ, я не отыгрываю все назад, да, 400 МФ это предел, но если мы, как говорится, играемся, а там я просто не сказал, значит, формула очень простая, Hc поделить на R, где R радиус вот этой пары, если R становится больше, соответственно, меньше, так сказать, энергия там и так далее. То есть, вообще говоря, массы, ну, вот так, на вскидку, по оценке, это между 40 МФ и 400 МФ вот в этом интервале. это первое. Второе, значит, как только такие Е-пары влезли внутрь, у нас все равно остается, то есть, остальные будут вытолкнуты, так сказать, у нас по-прежнему атом будет оставаться электронейтральным. Это два. Теперь третье, значит, подождите, 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 вы шагаете прям с 7-мильными шагами. Вот вы должны получить эту пару в масс-спектрометре. Они там вроде бы легко получаются, потому что у меня есть такие электроны, значит, которые снабжают нам ионизаторы, которые стоят в самом этом приборе, понимаете? То есть, все есть. Условия для рождения этих пар есть. Почему мы их не видим? Так нам не надо долбить масс-спектрометры еще там ионами, допустим. А чем вы? Там не ионами бомбят, а там бомбят либо электромагнитным излучением, если лазерная на абляции идет, либо электронным пучком. Вот он имеет у вас там 30 кэф. Ну, все есть. Не нужно 30 кэф. 30 кэф будет разбивать все оболочки, низкоэнергетические реакции. Это вы методическую ошибку здесь делаете. Вопросы вам уже десятый человек задает. Значит, что вам надо, как создать эту пару? И тогда, если вы знаете, как создать, то, казалось бы, понаблюдать ее, ну, вы бы доказали, что она есть. Понаблюдать ее проще всего в масс-спектрометре. Никто их никогда не наблюдал. Так вот, я еще раз говорю. Первое. Чтобы их создать, нужны электронные пучки. Вы не понимаете вопроса. Вы просто не понимаете. Потому что вот Солинский эксперимент, о котором вы ссылаетесь совершенно справедливо, Анатолий Иванович вам говорит, что аналог Солинского эксперимента идет в масс-спектрометре. Но там ничего такого не видят. Вот, о чем он говорит. Значит, я знаю, что электронная пушка 30 кэф усолена. Знаю, все это прекрасно. Но, когда плавятся, плавятся, так сказать, вот это вот, у него же расплав идет. И в этом расплаве уже идут реакции. И при поверхностной части расплава она работает в основном. Михаил Петрович, вы на вопрос климования отвечаете. Он же не просолен. Просолен, это я сказал. Так я вам хорошо, я вам говорю, что для того, чтобы, ну, или Анатолию Ивановичу говорю, для того, чтобы возникали такие пары, мне не надо разрушать электронные оболочки до основания и затем, или лазерную абляцию проводить. То есть, полностью оборвать сначала, допустим, так. Да нет, а что вам надо, чтобы сделать электронную парку? Я же сказал, электронные потоки, в которых энергия в пределах не тысячи электронов, вольт, а десятка электронов, вольт. Вам сказали, что в этих масс-спектрометрах условия по плазме более лучшие, чем у вас в этом демонстрационном эксперименте. Лучше по энергии электронов, по количеству электронов. Почему там нету ничего? А вы говорите, что в отчаево полное? Я еще раз говорю, вот в этих экспериментах ну просто надо посмотреть спокойно. Так посмотрите, посмотрите. Так, вот, Анатолий Иванович, на этот вопрос ответы не возникнет. Следующий вопрос, Толь. Следующий вопрос. Все, я задам. Спасибо, спасибо, Анатолий Иванович. Боб, your question, please, but, I ask you, don't speculate around your question. Only short and clear question, please. Я надеюсь, Михаил Петрович немного поймет. Нет, переводите лучше, чтобы я очень хорошо слушаю. Боб, your question, please. А может быть, Надя, знает английский? Надя, подойди сюда. Я по немецкому больше. Боб, your question, please. Она больше специализируется по немецкому, как говорится. Боб, your question. Боб, turn on your microphone, please. Thank you, Dr. Koschenko, for your presentation and your daughter's hard work. Okay, I need to share a slide and that will be my question. What number of slides do you need? No, I can do it here, so I just need can you see that? Can you see that? Yes, we see. Okay, so this experiment had some quartz tube in it like this in my hand and on the inside something burrowed from the inside to the outside but it's outside of the reactor tube which is normally like this. I have speculated for a very long time that this was an extremely large electron cluster. It's a coherent equivalent of a macro Cooper pair and you have a spin up and a spin down and when I was looking at your and your daughter's monograph you had this which was showing the schematic representation of the deep overlap of extended wave packets of valence electrons and so on and so we have this structure here and overlaying it you can see here it's a perfect match for the front projection and if I overlay it there you can see stop please on just talk about what I have this illustration line line one line two it is l ces it is shows these many years these Вот эти странные, я не люблю это слово, я называю его неизвестные, неизвестные излучения прожигают такие следы на их установках. И вот он обращает внимание на то, что два таких следа, вот если смотреть, два круга, наезжающие друг на друга, чем-то напоминают ваши электронные орбиты, которые тоже наезжают друг на друга. My question is, could you see a Cooper pair condensate in a very large macro cluster, being able to present itself like you see here? Ну, он, в общем, спрашивает, может быть, вот конденсация большого макрообъекта из вот этих оболочек, которые наезжают друг на друга, могут сделать что-то подобное, что он здесь показывает? Ну, и вы можете отвечать по-русски, потому что у него там переводчик работает, и он более-менее поймет, что вы тут сейчас скажете. Значит, здесь вопрос, ну, вот я был бы признателен, во-первых, Бобу, да, если я правильно понимаю. Да, Бобу Гринье. Да, Бобу Гринье, чтобы он все-таки мне еще его прислал в письменном виде, это первое. Теперь второе, вот это внешнее... Михаил Петрович, никуда? Боб, Кашинка asked you to send him your presentation with these slides. Okay, so I have... You may send it to my address, and I will resend it to... I will send that. I have one more consideration. He talked about something tumbling over the surface to make these strange radiation tracks. He asked about what this picture... No, 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 okay, but I'm talking about the work of Bogdanovich here, and the toroid, and he's talking about something rolling across the surface to make tracks. And we have simulated, not simulated, these are live in experiments. Bob, 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 stop, please. Михаил Петрович, у него очень много примеров, откуда все это берется, поэтому он не понимает, что конкретно вам прислать. Bob, please send your presentation, total presentation. He chose what is need for him to understand your question more clearly. Лучше всего выслать какую-то работу, последовательно представляющую экспериментальные данные. Не набор просто так картинок, а... Ну, Михаил Петрович, у него в основном такие вот слайдовые представления, поэтому придется вот только этим ограничиться. Хорошо, тогда, значит, условия... Что, Bob, that's all your question. No, 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 no answer, because to answer clear, he need to, he needs to have your presentation or your explanation, written explanation. Okay, well, it's basically, I've kind of simulated what he showed here. Он показывает вот симуляцию компьютерную колечка двигается у него. Ему нравятся вот эти идеи колечек, и он, естественно, это поддерживает. Нет, это вполне может быть, я так сказать, как раз… Вот он показывает, как эти колечки могут рисовать следы. Вот это его основная… Правда, колечки-то состоят у него не из электронов, а это у него такие осцилляции, но колечки тоже. Ну, я хочу сказать, что геометрический образ все равно кольцевой. Да, это верно. Окей, спасибо. Боб, спасибо за вашу очень интересную ремарку о этой спекуляции. И Вадим Гончар, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Спасибо, Анатолий Петрович, за интересную информацию. Мой вопрос таков, который беспокоит всех экспериментаторов в нашей области. Воспроизводимость? Насколько ваши эксперименты на вашей экспериментальной установке, которые вы описываете, воспроизводимы? Потому что больше ни у кого-то, кого и нет. И по своим результатам могу сказать, сегодня что-то получается, может быть тот же цинк, может быть кальций. В следующий месяц на той же установке, в тех же режимах не будет ничего. Вот как вы прокомментируете проблему воспроизводимости и, может, порекомендуете что-то, дабы эту воспроизводимость улучшить? Ну, я могу сказать, значит, у нас никакой особой установки не было. Мы ориентировались на вот так называемую демонстрационную установку, значит, Кузьмина и Панькова. И что получается? Получается следующая вещь. То есть не какая-то единственная там комбинация, а получается совокупность синтезируемых элементов. Вот. И в этой совокупности вполне конкретно просматривается возможность их синтеза. То есть сказать, что после каждого разряда получается исключительно одно и то же, это будет неправдой. Вот. И вообще мы после одного разряда ничего не смотрим. Обрабатываем, допустим, там, ну, 20-30, это серии разрядов, потому что там работает, так сказать, резонансный контур. Заряжается соответствующий, ну, так, чтобы на чистоте, как у Панькова, там, 50 Гц, да, разрядили конденсатор. А потом смотрим порошок, причем, ну, как смотрим, мы его просто несем и в Центре коллективного пользования, в Институте физики металлов, на энергодисперсионной, так сказать, анализе. Мы смотрим, и конкретный специалист Нина Васильевна, которая там уже 60 лет, наверное, имеет стаж, так, она глаз ватерпасс, как говорится, она четко расписывает, ну, там, и автоматом выдает вот такой-то набор элементов. Мы смотрим частички, частички, порошок, да, в одной частичке может быть один набор элементов, в другой – другой, в третий – третий, а в сумме, в совокупности, да, это воспроизводится, ну, понятно, там, плюс-минус какие-то, так сказать, содержания. То есть, никаких чудес, типа того, что у меня ничего не получилось, или у меня получилось так, всего много чего не было до этого, ничего такого нет. То есть, в среднем ситуация воспроизводится, причем нас интересовали, ну, допустим, вот то, что мы подробно проверяли, самую простую реакцию, купрум-цинк, да, чтобы появлялся цинк, вот он появлялся, причем в отдельных частичках, там доходило до громадных значений, обычную, ну, десятки процентов, да, десятки процентов. Мы делали с латунными электродами, мы делали с медными электродами. Ну, с латунными электродами понятно, откуда цинк. Нет, я еще раз говорю, мы делали с латунными специально, чтобы не думать, не думать, так сказать, что это следствие электродов, да, мы как раз перешли на медные электроды, вот, это ничего особенного. Что касается воды, ну, для того, чтобы проводимость возрастала, и чтобы разряды шли легко, хотя, я там подчеркиваю, промежуток это 0,6-0,7 миллиметра. Сразу же идет эрозия, приходится подкручивать эти электроды, так? Я прошу прощения, это понятно. Как выглядит эту новость, как Кузьмина, мы все знаем и с ней работаем. Вот я об этом и говорю. Вы описываете классический методолог, есть, не согласен, но она, это всем известно, никому не интересно, как говорилось в одном фильме. Посмотрите, тот же Кузьмин жалует, у него выход каких-то посторонних ядер был в одном опыте из ста. Я могу подтвердить, у меня тоже, если я месяц работаю, может, один раз за месяц получится, когда из медных электродов, кроме меди, в порошке появится еще что-нибудь. Хотя, если говорите, что у вас очень легко образуются эти пары, они, по идее, должны образовываться в каждом эксперименте. Спектры, может быть, разные, но каждый раз мы должны наблюдать посторонние элементы. А вот этого нет. Они появляются очень редко и незакономерно. Нельзя сказать, что сегодня будет там что-нибудь, хотя бы азатка, будет холостой опыт, где будет только материал электродов. Вот в чем вопрос. Значит, я вот по этому поводу уже сказал, что всегда получается, ну, грубо говоря, смотрим, мы, можно посмотреть интегрально, насыпав этот порошок, вот все эти порошинки и снять соответствующие карты, да. Вот здесь, как правило, железо возникает, и его, так сказать, ну, хорошо можно отличить. И даже вот те части... Павел Петрович, вопрос о другом. Повторяемость, воспроизводимость, воспроизводимость, вы об этом не говорите. А я об этом сказал. Что у вас производится совокупность элементов, они возникают. А мне говорят о том, что один раз возникает, а другой раз вообще ничего не возникает. Такого у нас нет. Ну да, так у большинства авторов, работающих в этом направлении, именно на это и жалуются. И тот же Кузьмин и Паньков, установку которого вы описываете, они прямым текстом говорят, мы не можем сказать, получится оно сегодня или не получится. Если у вас получается каждый раз, это уже прорыв. Расскажите нам, как вы это сделали. И мы тоже так хотим. Значит, могу сказать, только единственное отличие, какое было, ну то, что добавляют. Я добавлял, ну как мы добавляли, просто для вот первое под руками, что было проводимость, и проводили, и везде это указывали. Добавляли немножко натрий хлор. Ну что значит немножко? 0,5 грамма обычный натрий хлор на 5 литров воды. Вот то, что добавляли. Последние разы начали добавлять азотную кислоту, чтобы не думать о том, что образуется натрий за счет того, что у нас есть натрий хлор. Вот все, собственно, другие добавки мы пока планируем. Ответ получен, Вадим. Ответ получен, Вадим. Вот автор утверждает, что улучшение проводимости с помощью натрий хлор решает проблему воспроизводимости. Вадим, еще есть вопросы? Ну да, такой вопрос. Как биологически влияют вот эти вот колечки, которые разлетаются, и как от них защищаться? Ну, я по этому поводу маленькую, так сказать, главку написал, да, где, ну, прежде всего, они отрицательно заряжены, поэтому надо просто положить на заряженные ловушки. Какую, как говорится, концентрацию, в смысле, какую конфигурацию их делать? Ну, я осторожную фразу написал, что не следует забывать, что если вы много наловите, то можете вызвать ядерную реакцию. Вот, поэтому это самый, ну, вот, чтобы их поймать, собрать там и так далее, но надо инженерное решение, чтобы это безопасно было. Те мысли, которые высказывались, что они движутся преимущественно по плоскостям, вот как раз все объясняется очень легко, потому что поляризация самого материала, по которому движется, так идет взаимодействие по существу дипольное. И вот такой эффект, ну, даже специальный маленький, опять, параграф, когда, по-моему, да, в работе Година говорится, что высыпали, так сказать, и прошло определенное время уже после вот этой плазменной обработки, лежал материал, а потом одна чашка у них треснула, ну, треснула, выбросили, да, а вот на второй, которую не выбросили, за такое замечательное утверждение возникли царапины на дне, но не внутри, куда положен материал, а снаружи. Так вот это элементарно объясняется. Но я не буду сейчас время занимать, прочитайте там, пять минут потратите. Хорошо, понятно. В общем, очень-очень осторожные пока замечания по защите. Вадим, еще есть у вас вопросы? Спасибо всем. Спасибо Вадиму Ванчару. Кстати, откуда вы, Вадим? Киев. Киев. Спасибо. Привет Киеву. Спасибо. И, значит, Пархомов Александр, последний вопрос. Александр Георгиевич, пожалуйста, твой вопрос. На мой взгляд, все-таки доклад замечательный. Много совершенно новых для нас идей, открывается простор для раздумий. Но у меня вообще-то не один, а три вопроса. Я думаю, что на них можно будет... Сколько угодно вопросов, конечно. Первый вопрос. Вот смотрите, вот такой комплекс электронов возникает благодаря тому, что действуют вот такие контактные взаимодействия. Но ведь электрические взаимодействия и магнитные никуда не деваются. У электрона огромный магнитный момент. И на таких малых расстояниях, конечно же, действуют очень большие силы магнитные, помимо электрические. Как-то вот это вот учитывалось? Ну, я обратил внимание на то, что, допустим, у Валерия Николаевича, у них, так сказать, пары образуются за счет магнитного взаимодействия. Ну, надо сказать, что до этого очень активно вот некто Конарев, целую большую монографию, он вообще все эти низкоэнергетические реакции трактует так, что просто, грубо говоря, палочки, да, как рога вот у нынешних моделей коронавируса. Каждая такая палочка, электроны вообще не вращаются вокруг ядер. О магнитных силах, пожалуйста, Конарев нам тут не нужен. Магнитные силы есть у вас или нет? Вот вопрос. У меня нет, у меня магнитных сил нет, за исключением, за исключением. Уже взаимной ориентации, я немножко касаюсь, когда имеются электронные пары на вот этом кольце, то магнитные силы могут обеспечивать либо ориентацию их магнитных моментов так, что, ну, грубо говоря, она будет по касательной к кольцу при их вращении, либо другой вариант симметричный, когда она будет перпендикулярна плоскости кольца. И это вообще принципиально интересно. Но конкретно… Ответ получен. Магнитные только там в прилагательном смысле. Саш, пожалуйста, следующий вопрос. Ну, нет, пока еще второй вопрос. Ну, вот смотрите, вы сказали, что вот эти вот комплексы электронные могут быть разрушены гамма-излучением. Ну, вот, а в то же время, вот энергия связи, как вы говорите, этих комплексов порядка 100 мегаэлектрон-вольт, а такая типичная энергия гамма-излучения 1 мегаэлектрон-вольт, как вот такие вот гамма-кванты могут разрушить такие вот мощные объединения? Прошу прощения, Александр. Такие не могут разрушить. Это только в предельном случае. Такие просто будут, так сказать, демпфироваться шубой, как безозлучательные переходы в твердых телах, допустим. Разрушать могут только предельно большие гамма-кванты, которые соизмеримы. Я просто не говорил, не договорил, и так уже время переговорил. Значит, в адронной механике показывается. Вот этот факт очень важен на самом деле, что при переходе на вот такой адронный масштаб, у нас электронный спектр, энергетический спектр сжимается, ну как бы вырождается до одного единственного уровня. Так вот, те гамма-кванты, которые могут восстановить свободное, да, то есть по существу равны вот этой положительной энергии связи, да, только эти гамма-кванты разрушают. А меньшие энергии, обычные гамма-кванты или там мягкий рентген, ничего не могут поделать с такими парами. Поэтому я говорю, что это пары, ну, ожидается, что они метастабильно устойчивы и живут долго. Не просто короткие там какие-то мгновения. И косвенно об этом свидетельствует такая вещь, когда мы берем, ну вот я приводил пример у презентации из статьи Година, да, когда взяли медь, но эту медь обрабатывали, ну, как я понял, видимо, месяц примерно так вот до того, как начали измерять рентген. И она показывала аномальные, ну, какая-то доля атомов, обладала аномальным спектром. То есть это что означает? Если созданы были пары, то они были созданы давно. И они живут по крайней мере, так сказать, ну, недели, месяцы, я не знаю, может, годы. И предлагается в этой связи следующий эксперимент. Значит, такая пара, это опять к вопросу о проверке, такая пара, если мы будем насыщать радиоактивный, допустим, альфа-радиоактивный какой-то элемент, так, она в силу того, что будет забираться, так сказать, на глубокие состояния, будет перенормировать кулоновский потенциал, то есть сужать его, отталкивательный потенциал, да, и понижать энергию, то есть уменьшать ширину и уменьшать высоту. Немедленно будет интенсифицирован вылет, значит, альфа-частиц. И если мы увидим, что после обработки постоянная распада выросла, так, что пошло, это заодно и дезактивация пойдет, так, что пошло быстрое уменьшение, так сказать, числа распадающихся частиц, мы будем понимать, что пошла аномалия и есть пара. И вдруг у вас эта аномалия прекратилась. Вот это и будет время жизни, разрушились епары. Отчего они разрушились? Был захвачен ли гамма-квант, ну, случайный, космический ключей, еще чего-то? Или же это была редкая, большая флуктуация физического вакуума? А такое тоже может быть, особенно если мы говорим о когерентных, так сказать, состояниях, да? Вот этот универсальный механизм, только он может командовать временем жизни этих пар. И его надо измерить обязательно. А вот бета-радиоактивность должна, так сказать, при насыщении епарами тормозиться, тормозиться, потому что хорошо показано, что тоже, так сказать, лазерное воздействие резко ускоряет, когда мы оборвем электронные оболочки. То есть у меня, с одной стороны, уменьшится запирающий отрицательный потенциал для бета-распада, а с другой стороны, освободится локальное состояние, куда вылетать электронам. И когда мы ионизуем, так сказать, атомы, у нас в тысячу, в 10 тысяч раз возрастает бета-активность. Если же мы насытим бета, так сказать, оболочку бета-радиоактивных электронными парами, у меня резко замедлится, причем это замедлится постоянная распада. И это не увеличится, это не следствие того, что у меня много распалось атомов, как иногда пишут, так. А наоборот, у меня сама постоянная распада уменьшилась, ничего у меня не ускорилось и так далее. Вот, глядя на такие эксперименты, как еще ряд аномалий с тем же рентгеном, можно найти порядок величины, но если достаточно долго подождать, как я подозреваю. Но это принципиально важно, установить время жизни таких ЕПАР. Я думаю, оно большое. Спасибо. Саша, еще последний вопрос. Ну, это вот связано с тем, что сейчас говорилось. Но это все-таки косвенные методы. А вот хотелось бы узнать, нельзя ли сделать такой эксперимент, что мы увидели, что вот есть такая частица, которая достаточно долго живет и имеет заряд минус 2, и массу порядка 100 мегаэлектрон вольт. Вот можно ли такой эксперимент сделать, прямой? Саша, ну это я и задавал вопрос. Ты второй раз задаешь. И тут несколько раз задавали этот вопрос, на самом деле. Значит, прямое наблюдение, вот конкретно ЕЕПАРы, я считаю, что самый простой вариант, ну, в кавычках простой вариант, это эксперименты, которые уже проводились, так, с треками, потому что треки фактически визуализируют эти КК-активаторы. Надо их только дополнить, так сказать, влиянием электрических полей разных интенсивностей и ориентацией. И там мы четко увидим, и вот как у нас заскачет, там, значит, перескочила из линии, пошла, так сказать, спираль, изменение трека, что-то ударило. Надо вот не что-то ударило, а включить электрическое поле одноосное с измененной ориентацией и посмотреть, что произойдет с треками. Или насытить электрическими, значит, зарядными, заряженными центрами наш, так сказать, фотодетектор. И там это все можно увидеть, измерить и сфотографировать, прямо визуализировать. Идея понятна, идея понятна. Спасибо. Спасибо Пархомову. Значит, вот, ну тут был Пархомов последний, пока он говорил, и пока Михаил Петрович отвечал, тут еще два. Ну давайте уже дадим. Но тогда у нас, наверное, дискуссию времени почти нет. Широносов, пожалуйста, коротко вопрос. Вопрос. Так, краткий вопрос. Тем более, одну и ту же категорию кончали, как я понимаю. И хотелось бы услышать краткий ответ. Вы учитываете спинных изомеров и теорию спинных изомеров, то есть спаривание электрона за счет спинных? Спасибо. Слушаем. Да, да, да. Значит, вот эта вот пара только и исключительно синглетная, с противоположными спинами, с параллельными в триплетном состоянии, это отталкивание. Все. Ответ краткий. Вот, Валентин, суть такая, что он не магнитными силами вот это спаривание рассматривает, а вот зачем-то адронную механику привлек. Ну, то есть, вот другой метод спаривания. Я понял, я считаю, ошибка. Еще один вопрос. Ну, это моя точка зрения. Все, спасибо. Спасибо, Валентин, за вопрос. Владимир уже, не Евгений, а Владимир Егоров задает. Да, значит, вопрос у меня такой. Каково все-таки сечение, так сказать, вот этих самых реакций? То, что, скажем, Филимоненко делал, у него там 700% по сравнению с химическим. То, что Шторм в своих монографиях писал, 10-6, 10-7. Что вы ему этому поводу можете сказать? Какова сечение, выход? Каков выход реакции? Сечение не рассматривалось. А это принципиально? Сколько? Я не спорю, что принципиально там много. Я еще раз говорю, я его не рассматривал. И сказать, сколько это было бы просто взять и на бум. Ответ получен. Ответ получен, Владимир. Эта проблема очень важная. Вы молодец. Правильный вопрос. Но сечение реакции с учетом вот этого пары, вот этой пары, он электронной пары не изучал. Чижов еще раз хочет вопрос какой-то задать. Да, у меня есть вопрос. Вопрос какого плана? Вы вот упоминали 400 мегаэлектровольт, да? Как некий предельный, соответствующий, так сказать, паре в один фемтометр. Ну, хорошо. А вот вы не оценивали энергетику, чтобы сделать такой трек, о которых вы показывали, который я тоже видел, наблюдал на CD-дисках. Сколько у вас энергии надо для того, чтобы создать вот такой трек? Типа винтового, типа, так сказать, прямого трека? Я не оценивал. Понимаю, что для этого, ну, я уже произносил фразу, что за меня эту работу, так будем говорить, предварительную, я не знаю, наверняка кто-то еще делал, не исключено, что и вы, так проделали у Руцкоев. И когда они сказали, что у них нейтральные носители странного излучения, то этот был вывод сделан именно на основе того, что не хватает у них энергии начальной для того, чтобы взять и, так сказать, обеспечить вот эту засветку. Давайте на других, Михаил Петрович, давайте на других не будем ссылаться. Вы не делали. Володя не делал. Я не делал, я предполагаю, что она очень большая. Михаил Петрович, я вас удивлю, что у меня получилось, и его Руцкоев согласился с этими результатами, причем меня там опровергали совершенно, так сказать, все ответил. Значит, порядка от 50 до 150 терраэлектронвольт для того, чтобы сделать вот такой вот канал. Тераэлектронвольт. Это понятно. Я прошу прощения. Вы, наверное, делали вообще, вот меня очень интересовало, что может ведь нырнуть и рисовать канал внутри, так сказать, не просто часть выступает наружу, а и вот там наверняка должны быть громадные значения. И это возможно только при подпитке вакуума. Мне очень интересно. Пришлите свою работу. Так, ответ получен, Володь. Значит, у тебя уже нет вопроса. А здесь я что могу сказать? Что я делал действительно измерения, я делал измерения, измерения, микроскопические измерения, когда я посмотрел, что из себя представляет трек. Вот. У меня есть, так сказать, модель, которая показывает, как образуется этот трек из темного водорода, может образоваться. Вот. И это все есть у Валерия Николаевича. Пожалуйста. Ну, я с удовольствием посмотрю. Я просто не знаю такой работы. А еще кто-то маленький вопрос. Михаил Петрович, я вам пришлю. Что, Валерия Николаевич? Поэтому, Михаил Петрович, вот акцентировать на том, что вы, так сказать, создали теорию для того, чтобы разложить все по полочкам, ну, нет, нет. Вот вам ответ нет. Вот. Поэтому надо... Это интересно. Володь, это не вопрос. Это уже обсуждение. Все, я закончил. Я больше выступать не буду. Спасибо. Спасибо. Анатолий Ильич, ну, давайте уж это последний вопрос. Это хорошо. У меня просто очень короткий вопрос. Значит, в опытах Ивейлова имеются треки керально-симметричные. То есть, ну, зеркальные, если можно так сказать, в нашем языке. Значит, он объясняет тем, что, скажем, магнитные монополии имеют разные знаки. Ну, это можно объяснить с вашей точки зрения, что, скажем, ваши активирующие элементы, эти кольца, должны иметь не только отрицательный, но и положительный знак. Это возможно в вашей теории? Значит, если там идут два параллельных трека, я об этом говорил, это означает, что есть два активных кольца, вполне возможных, у которых закрутка идет в противоположных направлениях. Если совпадают моменты импульса у этих колец, то это два зеркальных варианта, и они могут давать два трека одинаковой интенсивности. Совершенно, ну, как бы, представляется понятным, что, скорее всего, и чаще всего, они не полностью зеркально, так сказать, подобны. И поэтому основному треку будет соответствовать сателлитный трек. Ну, я это обсуждаю, они наблюдаются, эти сателлиты, и в первой работе Вачаева там виден тоненький параллельно идущий след. Это возникает, с моей точки зрения, в результате того, что действительно идет полет, так сказать, вылетевшего над поверхностью, и сначала слетает одно активирующее кольцо, рисует трек, а потом второе, рисует сателлитный трек. Вот и все. Нет, извините, но поразительно, что если их наложить, просто перевернуть, то они полностью повторят, совпадают. То есть, похоже, что они образованы в одно и то же время, а частички под действием какого-то фактора двигаются точно наоборот. Вот, допустим, это положительный заряд был какой-то. Имеется, скажем, под действием электрического поля, двигается. Он движется, скажем, вверх. Но в этот момент рядом другой заряд, но, скажем, на некотором расстоянии, отрицательный, движется точно вниз. Потом они поворачивают один вправо, какой-то... Он ответил, он ответил на твой вопрос. Как он это понимает? Как ты понимаешь? Мы примерно тоже понимаем. Но это уже другая история. Значит, спасибо Анатолию Ильичу за вопрос. Евгений Алексеевич, значит, вы уже задавали вопрос. У нас совсем плохо со времени. Выступить хочу. А, выступить. Тогда вот первым у нас выступит Климов, который просто забыл руку поднять. Мы знаем, что он хочет выступить. А следующий будет Губарев. Ты можешь мне позволить этот самый... Да, да, да. Тебе позволено. Пожалуйста. Значит, этот самый демонстрацию экрана я хочу, значит, все-таки сделать. Давай, давай. Запускай. Видно, нет? Видим, да. Видим. Хорошо видим, да. Вот. Ну, уважаемые, значит, коллеги, я, ну, должен поблагодарить Михаил Петрович, потому что он сделал, значит, как и экспериментальный обзор, так сказать, имеющихся данных и свою некую, так сказать, теоретическую оценку. Значит, вот взгляд на холодный синтез, значит. Так вот, все-таки, значит, по первому этапу, я-то думал, он все-таки акцентирует, и я просил Валерия Николаевича, именно вот он в книжке, мне очень понравилось, значит, как он разложил по полочкам, я нигде такого вот подробного, значит, анализа экспериментальных результатов, начиная от вот Энерганиевой и кончая вот последними наносекундными, значит, воздействием на висмутом, значит, нигде не видел, и это было бы для всех нас полезно поизучать имеющийся материал, если у кого-то есть пробелы, вот, кто-то не застал в свое время публикации, хотя все это опубликовано, вот, ну, доходчиво все это разобрано, это большое спасибо вот Михаилу Петровичу о том, что он сказал. Теперь второе, ну, понятно, что у него центральное место, будоражит уже давно, так сказать, не дает покоя, это все-таки мионный катарис, давайте пойдем по этому пути вперед и, так сказать, двигаться будем в генеральное направление туда, сделаем тяжелый электрон, ну, значит, тяжелый электрон, как его сделать, ну, давайте все-таки пойдем по пути там вот этой пары, значит, электронной, или вот нейтроноподобные частицы, тогда вообще не будет никаких проблем в этом, значит, преодолении Кулоновского барьера, о котором, так сказать, вот он рассказывал, вот, но, значит, по этой электронной паре это можно рассматривать сегодня как гипотеза, она очень хорошая, и, значит, я ее приветствую на самом деле, значит, и в следующих наших семинарах, ближайших, вот у нас есть такой ПИКУС, он методом рентгеновской спектроскопии как раз рассматривал образование уже в режиме онлайн из внутренних электронов, конкретно с помощью рентгена, значит, как можно образовать вот такие электронные пары, но не абы как, вот сейчас Михаил Петрович только руки распространяются, а вот с помощью они видят так называемые полые атомы, когда дырка соединяется вот с электроном, получаются такие связанные состояния, вот, о которых мы, наверное, послушаем с удовольствием для ликбеза на ближайшем семинаре, вот, и в том числе вылет двойной электронной пары, которые как раз тоже оказывается можно наблюдать в виде сателлитов на рентгеновских спектрах, но это вот наберитесь терпения, все это пораньше. Теперь дальше, вот, но все-таки Сантилий, Сантилий, я его хорошо знаю, потому что, ну, это на слуху человек, он никакой не ученый, поверьте, это инженер, причем очень хороший инженер, у него экспериментальные результаты намного интереснее и намного любопытнее сделанные установки, ну, а его это адронная, значит, механика, поверьте, ну, это, так сказать, школьный лепет, значит, на самом деле, это неандронная физика, это адронная, близко сделал, так сказать, под размер ядра 10 минус 15, значит, ну, это вот человек, который, так сказать, не знает, что эти копии в начале века, так сказать, пытались запихнуть электрон в ядро и тем самым вот объяснить наличие нейтрона, как вот комбинацию из электрона и протона, это ж когда еще, значит, вот, Иваненко рассматривал спорта-то, когда был, во времена там вот, еще в том веке, в начале, за что ему, так сказать, и известен, что невозможно электрон там на таких расстояниях, так сказать, как-то сблизить в протон, ничего хорошего не получается, поэтому и ввели понятие нейтрона, вот, но тем не менее, вот, значит, значит, я бы хотел сказать, что вот попытки, значит, использовать другой масштаб, вот, Михаил Петрович нас выкинул в фемтомир, фемторазмерный мир, то есть фемтометры, это 10 минус 15 метра, на самом деле есть другие попытки, и они очень весомые, когда есть второй рубеж, маленький, который позволяет вот эти вот туннелирования осуществить эффективно, это Комптоновский мир, который, значит, на три порядка, даже на два порядка больше, чем фемты, то есть это 10 минус 11 сантиметра, то есть Комптоновский радиус, мир Комптоновского радиуса, так вот, обратите внимание, вот, может быть, далеко не все знают про ультраплотный водород, получение, вот в работе там группы Челани, нам хорошо известного, вот это вот сводная таблица, если мы внедримся в этот Комптоновский мир, вот, если вы посмотрите, и, вот, самое главное, посмотрите, вот, то, что нам Лаптухов все время говорил, именно на этом размере магнитная энергия, электростатическая энергия, они сравниваются, становится, что магнитные линии, магнитные силы, состояние удержать Комптоновское расталкивание электронов, вот, вот, магнитные, электростатические, одного порядка, значит, и на каком же, на каком же все-таки, вот, значит, при каком же энергии электронов это реализуется, не при МЭВН, это вот известный квантовый потенциал, который Фейнман все время любил еще в этих лекциях по физике, говорит, 3,73 КЭВА, ну, это совсем небольшая энергия, если вообще-то, говоря, чтобы сблизить два электрона, чтобы они не распадались, надо не МЭВА, а всего-навсего КЭВА, Михаил Петрович, об этом не забывайте, что, так сказать, этот мир 10 минус десятый метр, ты скажешь, извиняюсь, здесь минус, 11 метров, значит, вот, и, казалось бы, если вы имеете такой вот ускоритель в плазме, а в плазме получить такую энергию не так сложно, но и не так просто, то есть, надо еще подковыряться, так сказать, вот, то есть, не любая плазма для этого годится, вот он говорит, там, давайте создадим этот самый разряд этой самой установки вача, ну, чем она хорошая, надо же выбрать, так сказать, установку, где будут нарабатываться вот такие вот, значит, явно не просто разряд взялся, зажег и все, на 0,7 миллиметра, а явно, так сказать, что надо, значит, сделать комбинированный разряд, установка, достаточно сложная с точки зрения плазмы, но это возможно сделать, по этому пути мы как раз и делаем, вот, и вторая работа, это вот электронная структура, ультроплотный электрон, это водород, это его же ученики, ну, и вот вы видите, вот опять, вот этот вот, комптоновский мир, комптоновский радиус, вот это вот, и это, значит, известная 3,7 кэва, она, собственно, равняется, если вам известна энергия покоя электрона, важнейшим фактором в этом комптоновском мире является постоянная тонкая структура, разделите вы 0,5 мэва на 137, вы как раз получите 3,73 кэва, а еще раз разделите, вы получите энергию ионизации, то есть альфа в структурировании материи, в материи постоянная тонкая структура играет важнейшую роль, и еще раз разделите третий раз, вы получите наноразмер, наноразмерные кластеры, которые, так сказать, судя по японским работам и по моим даже собственным работам, значит, играет важнейшую роль в плазме, если мы насытим именно такого размера, значит, вот кластерами, значит, резонансными, когда у вас, значит, вот они как бы созданы друг для друга, так сказать, значит, эти вот наночастицы и, значит, вольтовые электроны, которые как раз имеются в плазме. Вот, вольтовые электроны способны заряжать эти частицы, и они будут работать как резонаторы, как усилители поля, и вот получить это, так сказать, действительно не представляет сложности, вот такой, такую энергию, при котором наличие связи с помощью магнитных сил, не надо не вводить никакие контактные, ну, что это за пятое измерение еще вести, значит, магнитные силы будут держать, но надо правильно сделать этот эксперимент. Вот все, что я хотел сказать кратко по поводу, так сказать, ну, идеи хорошей, и еще раз подчеркиваю, вот у академика Авраменко, значит, даже, значит, вышла книга, которая называется «Ультрахолодный газ, базе газ, базе электронный газ». Он все время считал, что в этом мире полно, как вот наш Пархомов говорит, много у него там нитрина холодных. Он говорил, что на самом деле вот полно вот этих куперовских пар, но с маленькими энергиями электронов, то есть они, так сказать, вот из них как раз надо создавать шаровую молнию, из них надо плазмой доделать. То есть другое дело, как их вот сконденсировать, как для них построить вот по сути дела резонатор, который будем насыщать из окружающего пространства уже существующими в большом количестве, значит, мы живем, купаемся в этом базе конденсации холодных и ультрахолодных электронов. Ну, это так, на десерт. Вот, собственно, что хотел я для ликбеза, значит, Михаил Петрович, не считайте меня уж, так сказать, мы, и я профессор, и вы профессор, так сказать, да что нам, так сказать, бодаться, просто, ну, чем плодить дополнительные сущности, бритва Акама должна действовать. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Спасибо Анатолию Ивановичу. Ну, чего извиняться, мы на семинаре, и Михаил Петрович, он призывал к критике, поэтому все это правильно. Значит, Евгений Губарев, это, пожалуй, будет последнее у нас сегодня выступление. Евгений Алексеевич, пожалуйста. Да, спасибо. Значит, уважаемый Михаил Петрович, уважаемые коллеги, вот, готовясь к сегодняшнему семинару, я прочитал вашу монографию, которая была выложена в порядке ознакомления. Она называется «Низкотемпературный ядерный синтез введения проблем и ее концептуальное решение». Значит, красной нитью проходит мысль о том, что вот ваши микрочастицы взаимодействуют с физическим вакуумом. Вот на странице 48 ваша цитата «Активное взаимодействие с физическим вакуумом явно имеет место». Следующее. Такая модель отражает сложную динамическую структуру нейтрона, органично включающую взаимодействие с физическим вакуумом. На 50-й странице скорее всего дальнейшее развитие представления о физическом вакууме приведет к согласию выводов обобщенной стандартной модели андронной механики. Но вот задавая вам вопросы о какой модели вы физическим вакуумом пользовались, я получил то, что, так сказать, вы получил ответ, что все-таки вы пользовались, это ваш ответ, то, что вы пользовались общими рассуждениями. Вот. Ну, что тут я могу сказать, что таким образом, прошу, некоторым образом, таким образом, теоретическая работа, она превращается, если идти этим путем, просто в литературное произведение. Вот. потому что просто какие-то рассуждения, вот, они, их можно трактовать по-разному. Вы, как теоретика, это прекрасно представляете. Вот. И в этом смысле я хочу сделать следующее, не то, что замечание, значит, внести следующую информацию. полтора года назад в Москве состоялась первая российская научная конференция «Физический вакуум. Парадигма науки 21 века», где как раз вопросы научного обоснования в физическом вакууме, судя по названию этой конференции, активно обсуждали. Она была, значит, российская, но с международным участием. Там были доклады из 12 стран. В ней участвовали много специалистов, в том числе из институтов Академии науки. Председатель комитета был выбран Шипов Геннадий Иванович, известный своим монографией «Теория физического вакуума». Если какие-то у вас будут вопросы, то, пожалуйста, я могу выслать материалы конференции для того, чтобы мы с вами вместе возможно каким-то образом ознакомились с материалами вот этой конференции. Спасибо за внимание. Спасибо Евгению Алексеевичу. Михаил Петрович, у меня тоже были какие-то тут соображения, но слишком затянули. Мы уже три с половиной часа разговариваем. Вы в своем докладе, я уже говорил об этом, перебрали время ровно на час. Почему-то не смогли срегулировать время. Поэтому ваша заключительное какое-то короткое такое, пожалуйста, выступление. Ну, во-первых, я очень признателен за возможность, так будем говорить, высказаться. С удовольствием, подчеркиваю, послушал критику. Еще больше буду признателен, если мне дополнительные материалы, ну, вот здесь, я прошу прощения, не помню, ну, по имени, отчеству, СИЗОВ пришлет, или вы, Валерий Николаевич, вот, потому что оценки для этих, дальше, Анатолий Иванович показал вот этот комптоновский, так сказать, вариант, который нужно посмотреть. Ну, и по вакууму тоже. Меня интересовала, и моя, собственно, главная позиция, я ее озвучил. Я абсолютно уверен, что проведение, ну, энного числа экспериментов, направления которых я указал, они полностью подтвердят то, о чем я говорил. Те детали, которые касаются неизведанного момента с физическим вакуумом, да, в том числе и Шиповский, и прочие, прочие дела, это тоже все на уровне еще гипотез. Поэтому я всем признателен и буду очень рад, если получу какие-то дополнительные материалы. Вот, собственно, моя, и всех призываю экспериментально проверять. Вот Антолий Иванович говорил, а я уверен, и вот мы смотрим сейчас вот эти вот спектры, появляются печки как раз на уровне 0,2-0,3 атомных единиц масс, которых не должно быть после такой обработки. Они есть, и я подозреваю, как вот Антолий Иванович говорит, что должны бы видеть, таких сто раз видели, просто никто не пытался их интерпретировать. Ну, это второй вопрос, это надо еще проверять и проверять. Вот, а все замечания я с удовольствием, поверьте мне, я нисколько, я, так сказать, не мальчик, меня не надо гладить там, как говорится, я с удовольствием их все послушал, я все понимаю, так что все нормально, спасибо, и буду рад вашим, как говорится, дальнейшим связи. Спасибо, спасибо, Михаил Петрович, за выступление, но я уже завершаю, два слова все-таки скажу. Большая благодарность за... Михаил Петрович, Михаил Петрович, почему-то у вас отключился микрофон каким-то странным образом, давайте я тут завершу сейчас, я тут завершу сейчас наш сегодняшний вебинар, вот наличие формирования электронных пар тем или иным способом в среде, которым это известный, эта идея уже очень давно циркулирует, и вы знаете, что вот я к этому приложил, вы почему-то упорно это как бы сантили какой-то там не нужно, Анатолий Иванович вам объяснил, магнитными свойствами электронов очень легко объяснить, не нужно ничего, а электроны сближаются там на расстоянии примерно, о которых вы говорите, но вы ошибаетесь раз в 10. Тем не менее, электронные пары уже давно в нашем коллективе рассматриваются, а то, что вы эту тему еще раз подняли, это очень здорово, спасибо. Я бы хотел сказать, что вы, я надеюсь, вы теперь будете активным действующим лицом на наших, в нашем сообществе, на наших вебинарах, вот, и у вас, вы работающий человек, у вас наверняка будут появляться и появляться новые работы, и, пожалуйста, добро пожаловать на наши вебинары с новыми материалами, всегда получите место, и также, ну, ваша квалификация, она подтверждает, что такие участники очень и очень полезны для нашего сообщества. Друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар, следующий, наверное, будет через неделю, ну, вот, Анатолий Иванович там приглашает одного человека, очень интересного, ну, с таких, с фундаментальной, экспериментальной физикой, вот, и это тоже нам всем полезно, кроме, ну, каких-то вот таких вот идей пограничных, которые мы сегодня, сегодня было интересовались, сегодня было 56 человек в максимуме, это довольно много, причем, Михаил Петрович, вам может быть интересно это знать, это от Владивостока через Урал, через Украину, через Казахстан, через Москву, через Бурно, вот, через и до Лос-Анджелеса, вот, такая вот у нас сегодня, такая сегодня аудитория большая, поэтому вы, вы заинтересовали многих, спасибо вам, друзья, на этом я завершаю, спасибо, спасибо, до свидания,